да чаще стою чем чем сижу в смысле все стримы ролики а стоит записывал и стараясь еще когда работаю чередую по помидорке так я вроде в эфире сейчас мы спросим кого-нибудь в эфире я или нет посмотрим со стороны на себя если кто-нибудь тут еще как чатик а то может в чатике кто пишет есть кто ребята напишите что-нибудь чатике может я чё-то не нажал или нету запустил так одновременно 12 человек надо глянуть стрим вообще так есть один клево сейчас я гляну есть ли стрим снаружи главное в эфире отлично так всем привет 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 его теперь я себя вижу сегодня у нас совместный стрим на тему логотипов в гостях у нас сегодня антон вот ребята давайте так сразу напишите кто первый раз напишите единичку чтобы понимать сколько людей приходит первый раз это же всегда интересно так надо еще найти ответы вопросы из инстаграма а ну вот я нашел все вопросы руки так привет дела хорошо прекрасно дела и слышно хорошо клёво сейчас мы начнем общаться и вы напишите в чатике все ли слышно потому что на прошлом совместном стриме меня был было слышно первых десять минут а собеседницу к сожалению слышно не было так есть ребята которые первый раз если вы хотите задать вопрос конкретно ко мне или вообще сегодня по теме то пишите вот так вот вам не видно ёлки-палки сейчас я переключу на маленький экран вон там уже антон сидит так открою фигму значит смотрите ребята если хотите задать вопрос пишите собака алё высветится я высвечусь и вот так вот и не задаете свой вопрос тогда он будет оранжевым и среди всего этого полотна скорее всего я его не замечу но даже если вдруг я пропущу вы не стесняйтесь повторить еще раз или еще раз или еще несколько раз холодно минус 20 нас как гостях у нас сегодня антон антон занимается логотипами смотрите сегодня стрим совместные про логотипы но это не интервью то есть мы не будем мучить антона два часа чтобы он рассказывал в какой школе он учился какие уроки у него были вот это все нам наверное всем будет более интересно пообщаться в целом про логотипы в веб-дизайне как делать сколько делать сколько стоит сколько вариантов несколько дней назад я в инстаграме задавал создал эту формочку туда ребята покидали вопросы сейчас антон немного про себя расскажет потом мы поотвечаем на эти вопросы он тут файлик вот такой вот подготовил полазим по файлику потом вот здесь я накидал своих логотипов от которых я просто писался восторгом лет пять-шесть назад но не от всех но в большинство вот он их разберет скажет если там клевые а потом скорее всего не скорее всего точно мы пообщаемся вот в чатике по отвечаем на ваши вопросы в чатике вот давай антон расскажи немного себе чтоб люди понимали какой у тебя опыт чем ты занимаешься да это очень классный вопрос кстати интересно слышно или нет я тебя слышу и это хорошо как минимум не подожди давай подождем тут 15 секунд задержка надо понять слышно тебя или нет это я тебя без задержки слышу они это через 15 секунд антона плохо слышно сейчас я тогда добавлю а у меня на максимуме стоит слушайте нет звука от антона подожди нет звука от антона свойства свойства по умолчанию ну-ка а слушайте я можете за то что я колонки выключил может поэтому его не слышно сейчас ребята я сначала выключил колонки чтобы не фонить так не подожди я вижу что тебя не слышно свойства менять realtech такое какое тоже не слышно свойства это тоже вот у меня есть мой ползунок от твоего нету сейчас должно слышно а вот так должно быть ага скорее давайте 15 секунд ждем пишите слышно не слышно и если все окей то тогда антон будет рассказывать про себя прошу что в начале то в прошлый раз 10 минут прошло ну наверно много успели обсудить эти наверно тебя будет громко слышно а можно чуть подвинуть скорее всего наверно даже еще немножко так напишите громко или не громко надо ли кого-то меня либо антона делать громче или тише и все все давай тогда рассказывай уже слышно ну отлично привет меня зовут антон и я занимаюсь в основном созданием логотипов и в общем-то разработкой бренд а значит фрилансе я наверное года с десятого но фрилансе очень интересно это я не сделал не наверное ни одной работы на фрилансе ну там веб-лансер или где-то еще фриланс ру так далее в основном все мои заказчики это клиенты которые друг дружки меня передают и в общем то мы с ними каким-то волшебным образом работаем работы было хоть хоть отбавляй до того пока у нас в общем то не начался карантин и все местные и локальные заказчики в общем то чуть-чуть поприжухли и собственники бизнеса не понимали что им делать как им развиваться там не развиваться в какую сторону вот и в общем то наверное с апреля месяца я устроился в студию которая как как ни странно занимается разработкой веб-сайтов приложений и делать всевозможную рекламу в вебе вот так что сейчас у меня получается такая совмещенная история собственно говоря я алексея смотрю на ю тубе и он мне очень сильно помог в освоении фигмы вот и собственно говоря я немножко ну поменял свой профиль хотя также продолжаю разрабатывать логотипы для собственно клиентов которые ко мне приходят но я не даю рекламу в общем то принципе потому что но работаю на фултайме и работы хватает вот логотипы люблю создавать мне это очень нравится по причине того что логотипы заставляют твою голову думать плюс ко всему основываясь на том что это не совсем просто вот возьмите логотип и все а это все-таки брендинг и он включает себя немножко больше чем просто создание какого-то какого-то графического элемента знака там и так далее там подобное вот в целом в общем если сказать то 100 процентов времени сейчас это где-то на протяжении трех лет на происходит или четырех я занимаюсь именно брендингом то есть создаю бренды ну вот как то так слушай так а ты получается про логотипы везде рассказал вот на сайте рассказал в программе рассказал а про сайты нигде ни слова да то есть если спра то сделаю а если не спросит ну и ладно ну собственно говоря да потому что я не имею сейчас какого-то опыта в создании именно сайтов как оказалось вроде бы как кажется что в общем-то дизайн это какая-то некая целая история неважно там веб дизайнеры или ты графический дизайнер то есть ну как бы композиция форма там и так далее и там и там присутствует и в графике в но вебе несколько больше мне кажется нюансов чем именно в графике и поэтому у меня нет конкретного опыта именно в создании там сайта и так далее мне допустим сложно понимать какой экран ну на какой экран нужно делать адаптив там и так далее я как бы понимаю что такое разрешение но все равно некоторые нюансы там я не совсем понимаю как верстальщики верстают как они оптимизируют сайт для того чтобы он там сжимался и выжимался и так далее вот но я думаю что я только начал работать до в апреле плюс у меня там все равно в студии я закрываю по большей части задачи по графическому дизайну вот и скажем так веб-дизайна ну не так много но я думаю что там годик полтора я освоюсь хорошо и буду рисовать нормальный клевый сайт слушай ну вот в чате написал кто-то я тоже начинал с логотипа ребята напишите плюсик кто тоже начинал с логотипа есть такие ребята просто вот я например тоже начинал с логотипов но не совсем с логотипов я много чем занимался ну вот смотрите сколько у меня логотипов то есть это то что я добавил в портфолио ведь были не счастлива когда-то тогда давно добавил а ведь были еще другие варианты которые ну просто уже слишком много было мне надо было какие-то выбрать и сейчас у меня в портфолио вообще всего этого не было потому что сейчас я логотипы ну просто не более интересно заниматься сайтами чем например разработкой логотипов сейчас мы у чатика спросим как они там плюс 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 ну вот есть те кто начинает просто логотипы то что такое можно сказать быстро с одной стороны это вроде как быстро да если сравнить проекция это с другой стороны бывает сидишь целый день ничего придумать не можешь ну смотри насчет быстро и не быстро я создание логотипов ну то есть я начинал как обычный дизайнер графический я отработал там какое-то время определенное там я не знаю там с 2005 года мне кажется я работаю отработал какое-то время по граф дизайну то есть я делал там в газету какие-то макетики мы их подолапа по интернету отправляли в москву они там собирали верстали журнал и собственно эти наши ставропольские там какие-то местные макетики засовывали там свою газету вот то есть у нас были местные рекламодатели которых для которых мы делали рекламу вот я прошел там наружную рекламу создание вывесок там композитные кассеты и световые крова и вся вот эта история вот я прошел полиграфию там от визиток до там журналов то есть определенной периодичностью издания вот и все таки ушел в лога а вот после лога я начал заниматься брендингом вот что собственно говоря ну как как мне кажется это приблизительно то же самое что создать хороший интернет-магазин с хорошей структурой с хорошим пониманием того как это должно работать и так далее ну что брендинг моем понимании мы такой более скажем так обширное понятие в которое там не только логотип надо нарисовать но еще какую-то кучу всяких разных носителей и так далее визитки бланки смотря для какой сферы ты рисуешь это будут собственно говоря разные разные носители слушай давай знаешь что я же придумал это же фигма фигмишь можно вообще знаешь и сделать вот так я могу нажать на тебя и я буду видеть что делаешь ты и все будут видеть что вижу я и вот видишь как круто и получать шоу на файле ты будешь все рассказывать поэтому смотрите ребята мы сейчас посмотрим файли который антон подготовил потом посмотрим вопросы из инстаграма а потом перейдем к чатику будем искать вот эти вот оранжевые вопросы поэтому если что пишите алё собака и задавайте вопрос ну давай показывай ну смотрите ребят я буду наверное частично отвечать на те вопросы которые у вас были в инстаграме потому что собственно говоря вот весь этот файлик который я подготовил это в общем-то приблизительно ответы на вопросы самый самый такой наверное вернее я бы хотел начать с того что сказать вообще что такое логотип потому что как правило задая когда я задаю дизайнером вопрос а ты знаешь такой дизайн мало дизайнеров могут ответить на и вот то есть у меня такой подход интересный если я не знаю какое-то слово я иду смотреть что он означает вот и потом отталкиваюсь от того как как собственно говоря это трактует википедии вообще если говорить про лога в целом нам здесь мне написано что это графический знак или эмблема или символ используется там какими-то компаниями предприятиями и так далее и тому подобное вот тут самый важный момент знак символ эмблема и так далее собственно говоря мне кажется самый известный логотип знак или символ который вы знаете это табличка туалет вот если показать табличку туалету русскоговорящему человеку или английскоговорящему человеку он собственно говоря осознает что это туалет это такое мне кажется самый самое понятное объяснение того как должен выглядеть логотип логотип должен быть понятным для всех то есть это какое-то графическое начертание чего-либо вот которая собственно говоря что-то обозначает и чем больше человек понимает что обозначает ваш логотип тем более удачный он наверное получился собственно чего чего дальше вот ты же у нас логотипчик а у меня аудитория в основном дизайнеры сейчас тебе вот за это прилетит в чатике я чувствую из-за выравнивания по ширине из-за выравнивания по ширине ну да видишь тут такие пробелы они все разные получаются такие ручейки и это считается плохо то есть выглядит не очень и в принципе вообще надо это один из из зашкваров у веб-дизайнеров читается да это это происходит потому что я иду из собственно графики и графики то есть если возьмешь любую там газету журнал там выравнивание по ширине плюс вот это вот все но как правило такие вещи делаются крайне быстро да вот и не всегда успеваешь что-то там поправить смотрите что касается всех вот этих штук по поводу там шрифтов текстов и так далее вот здесь например все-таки выравнивание по левому центру здесь у меня не было задачи создать чего-то такое и собственно ну как сказать то есть я не стремаюсь быть каким-то знаешь там супер идеальным вернее не стремаюсь быть не очень да если мне кто-то говорит что типа чувак ты это сделал не так вот это мне кажется самое прикольное что может быть потому что когда тебя хвалят это не мог а когда тебя критикуют и так это клево понял лишь исправлюсь по поводу логусов смотрите короче какая история есть интересная вот сейчас мы видим там слева вот здесь вода это логотип приплы самый 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 первый очень прикольно что-то был нарисован в каких-то там мохнатых годах да и мы понимаем что вот этот лога сейчас крайне сложно вообще где-то использовать потому что ну как бы его никуда не засунешь он не работает в иконке и так далее и тому подобное вообще логотипы они такие подвержены скажем так трендом сейчас мы видим да вот принципе всегда и везде вот этот логотип и тла и в общем-то его в целом очень клёво и удобно посмотреть в инстаграме и сейчас вообще индустрия логотиков это сваливается в иконочную историю и все логотипы становятся похожими на иконку вот но если это бренд какой-то большой и интересный у него всегда есть собственно говоря версии логотипа и мы можем там какие-нибудь версии логотипа где можно посмотреть версии логотипа но давайте вот револт посмотрим вот собственно говоря это можно назвать логотипом какой-то недовольный трансформер да и это можно называть логотипом и в целом вместе это это выглядит примерно вот так то есть понимаете о чем я говорю да это лога это в общем тоже лога и в целом это тоже вот это можно разделить в принципе то есть логотип можно разделить там на два понятия да это графическая часть и шрифтовая часть скажем если брать логотип компании apple у них изначально была шрифтовая часть виде иллюстрации с какой-то графикой вместе объединенных сейчас они отказались от шрифтовой части и используют только знак в случае случае с компанией nike на этот всегда знак но опять же все меняется все течет иногда компания nike приписывает собственно говоря название иногда не приписывает и так далее но в силу того что эти логотипы достаточно известны им шрифтовая часть в общем то ну как будто бы уже не нужно вот такая вот история что касается допустим логотипов которые а кстати вопрос на засыпку хороший кадр как считаете кто сделал логотип чупа-чупса ну судя по картинке я не знаю сейчас может там чатике кто ответит чатике знает кто-нибудь подождать будет 15 секунд примерно да да давай можно будет подождать но я думаю ребята напишут так а подожди мне тогда нельзя будет сразу раскрывать карту да кто автор логотипа потому что у нас задержка идет окей как-то у нас получается что-то я говорю говорю но не сильно структурировано нормально или потом еще своих вопросов наш тоже когда-то заказчиком тоже много всякого разного пишу что логотип у них фигня или там наоборот классно или давай поменяем вот или тоже пару таких пунктиков которые ну например да возьмем какой-нибудь логотип тут в принципе они все нормально сейчас я лажу и не знаю видишь ты что я делаю или нет в общем я считаю что в логотипе должна быть как мить на не как минимум а вообще одна фишка например какой-нибудь знак да и какой-то текст вот знак это уже одна фишка если например здесь где-нибудь там буква какая-то стилизована например вместо буквы этом единичка какая-нибудь это вот уже вторая фишка бывает что еще не знаю там приписывают еще что-то то есть это уже куда переборщик я считаю что это винегретов ты как считаешь нормально когда много всякого разного и знаки и в текстах еще чего-то ну естественно я считаю что в общем-то создавая лого нужно учитывать очень много всяких разных нюансов вот по поводу того что ты говоришь много всяких разных фишек если эти фишки используются отдельно друг от друга то тогда и того если фишки наваливаются все сразу вместе в одно целое то естественно конечно же это не мог то есть глаз человеческие пытается глаз человека пытается найти какие-то графические части на котором ему остановиться но когда много всего остановиться ему нечем не на чем скажем так логотипы существует нескольких типов вообще в принципе да это может быть просто знак на компании apple или там компания найк или там у компании чупа чупс а может быть например как у по у компании фабрикант это есть графическая часть со своими какими-то классными фишками ну например здесь в общем-то глаз нос и рот тигра или там льва или кто это вот сделан в виде офисного стула потому что компания фабрикант занимается производством офисной да а то есть смотри получается как то есть есть какая-то фишка но она есть только внутри знака графической части так называемый а шрифтовая часть у нас используется просто обычно потому что ну то есть чем чем читабельнее шрифт тем быстрее и проще его увидит человек соответственно задача шрифта в логотипе быть максимально читабельным и удобным там для восприятия а вот графическая часть уже может заключать в себе какую-то идею вот кстати твоих логотипах очень интересные есть моменты графической части и в том числе есть интересные моменты где собственно говоря логотип состоит из шрифта но в самом шрифте есть какая-то визуальная часть часа хочу попробовать найти очень прикольный логотипчик мне понравился у тебя а вот вот этот клёвый очень прикольный то есть буква б здесь сделано как две сисочки очень-очень супер и сейчас найду в тексте а вот агент мне кажется он такой простой какой-то ну слишком супер шаблонные просто логотип один из и все супер шаблонный но зато смотри я как человек могут просто условно да мне нужен один из да я захожу на компанию там агенон их нашел такой смотри по 1с это то что мне нужно то есть о чем я говорю в логотипе всегда есть какая-то история вернее как сказать хороший логотип считается тогда когда в нем есть какой-то смысл который собственно говоря компания как как компания себя позиционирует вот например с ирисом тоже самое та же самая история здесь шрифтовая часть и графическая часть вписаны как бы в одну графическую историю и глядя сюда понимаешь что здесь парфюм вот эта вот штучка которая брызгает на из советского союза у бабушки у нас были такие вещи вот ну и собственно цветок это аромат да то здесь все по смыслам очень понятно вот и вот в этом собственно говоря и есть вся фишечка вот замечательный замечательный смысл корона ли есть есть какое-то название корона ли супер в короне две точки мы понимаем что это не очень прикольно вот лайм бар да мне кажется что здесь менее читаемая история потому что ну вот этот кейтеринг в виде трубочки чуть-чуть мешает мешает прочитать ну по крайней мере русскоязычные публики опять же при создании логотипа в принципе можно учитывать на кого ориентирован то есть если это например молодые люди которые посещают там пары вот им это считывать проще если компания ориентируется на какого-то другого клиента до более возрастного то такой логотип будет менее читабельным для них вот это к вопросу о том почему я ушел в брендинг это когда ты поймешь когда создаешь логотип учитываешь на какой аудитории работает компания и соответственно говоря рисуешь логос в соответствии с тем собственно говоря куда куда все движется вот проект я хотел сказать логотип мэтмен да то есть какой-то графической части здесь нету здесь просто есть текст то есть шрифтовая часть и в этой шрифтовой части сделан вот этот вот бокальчик с искрящимися там пузырьками шампанским вот это тоже имеет место быть то есть предположим да вот этот логотип нам нужно разместить в инстаграме что мы что мы делаем мы просто вытаскиваем вот этот элемент буковку а перевернутую и ставим в кружочек но потому что он удобно туда компонуется и будет заметный да и уже человек глядя допустим на вывеску на которой написано madman вот с этим вот графической частью вот он ассоциирует что он где-то это видел в инстаграме и поймет что это вот вот они это вот как раз про те фишечки которые присутствуют они могут быть от как отдельно да допустим вот если взять и китарио есть графическая часть и есть шрифтовая часть как правило японская кухня или вообще вот эти все подписки которые там вот здесь например пальмира здесь чемпионат россии продали грейс это называется дескриптор и он как правило раскрывает какой-то определенный смысл вот здесь у нас есть графическая часть до которая вот отлично ложится в инстаграм там и во всякие разные иконочки и так далее и шрифтовая часть соответственно если мы смотрим на гигиторию там отдельно то нам скажем да вот если вот если вот так вот мы смотрим я надеюсь сейчас на стриме видно да у нас получается да я закрыл я закрыл верхнюю часть чтобы не видно было знака вот нам сложно нам сложно это ассоциировать да потому что может возможно мы не запомнили название но как только у нас появляется вот эта графическая составляющая вот мы сразу узнаем там вот этого издалека кажущегося лебедя и палочки и так далее а ты вот тут вот палочки выдвинул бы на вот сюда чтобы они торчали и слева за пределы круга или нет или так бы сделал но смотри на самом деле если рассматривать в плане фишечки да можно было бы их сюда продлить но вот тут начинается самый вопрос продлевать или нет да хороший вопрос я скажу тебе что нет и сейчас попробую обосновать почему очень простой момент если мы делаем вывеску потом скажем это у нас световой порт случае когда у нас ровная четкая ровный четный пучок чет четкий круг мы можем это достаточно просто воспроизвести вырезали стекло наклеили на него там пленку с печатью и все это работает как только мы сюда вынесем вот такой вот элемент вот стекло уже надо будет вырезать какой-то определенной формы загибать потом вот эти все толщины пластики и так далее из чего это происходит ну то есть из чего это воспроизводится и это первое удорожает конструкцию второе увеличивает время создания этого светового короба да потому что нужно там что-то подкрутить там подклеить где-то там поджать и так далее и тому подобное то есть в материалах когда это воспроизводится это будет не очень удобный нюанс как тут он может это проблема производственного отдела типа дизайнер сделал и круче пусть будет круче они уже сами разберутся да они будут в принципе тоже с тобой согласен да дизайнер сделал так вроде бы круче смотрится и пусть сами разбираются но как только мы начали смотри представляем что и которая это у нас большая сеть на которой куча вы всегда и вот этот вот хвостик ну грубо говоря не ну то есть стоит стоит дороже там в несколько там сотен тысяч рублей то есть рисовать хвостик или не рисовать хвостик может все-таки сэкономить и сделать более так удобоваримую удобоваримую вывеску а два варианта нельзя да один такой один такой но в принципе в целом можно то есть сейчас насколько вот я могу себе да делать такие вольности и вообще в принципе встречал такие вещи когда делаются несколько вариантов логотипа то есть делается вариант ну так сложный который можно воспроизвести там например на бумаге на веб-сайте и так далее есть вариант более упрощенный которые используются на вывеске по каким-то там техническим причинам потому что то есть создание вывесок ну соответственно есть свои какие-то нюансы для того чтобы воспроизвести ну какой-то логотип вот и собственно говоря екитория это как раз про это потому что в частности интернет наверное екитория не сильно до недавнего времени в кавычку сейчас возьмем помогал продавать свою продукцию а то есть логотип то старый и изначально екитория брала вывеску то есть вывеска это была самая рабочая история на которой который люди чаще всего встречали этот логотип это сейчас по прошествии лет мы понимаем что сейчас все пользуются доставками интернетом заказывают еду там на дом и так далее вот а тогда это было ну как бы в общем-то оффлайновая история и в оффлайне логотип встречался гораздо чаще поэтому опять же когда мы создаем логотип неважно мы создаем его для веба обращаются к вам как к веб-дизайнеру или какому-то другому дизайнеру графическому создавая что-либо нужно учитывать где это будет использоваться и как это будет воспроизводиться это очень важный важный нюанс и вот тут можно кстати как раз ответить на вопрос где-то был в инстаграме почему только монохромные решения я сейчас перейду вот сюда вот к вопросу о том что почему монохромные решения вот здесь вот здесь собственно говоря сделано в два цвета но в принципе это могло быть сделано и там в один цвет а когда у нас есть дверь входная в которую ты непосредственно входишь в ресторан вот на ней собственно говоря висит режим работы на клей этот режим работы воспроизводится пленками ракал самоклеивающимися и они бывают ну тут просто обычная самоклеивающая пленка белого цвета зеленого и так далее и тому подобное и вот для того чтобы воспроизвести логотип собственно говоря в одном каком-то цвете то есть вырезать его из пленки из дерева не знаю из железа вот собственно говоря для этого и нужна монохромная версия то есть о чем я говорю в принципе это у вас логотип может выглядеть там на полиграфии на сайтах и так далее вот в таком красивом варианте с растяжками с переливами и так далее но для того чтобы повесить режим работы на дверь вам нужно обязательно создать монохромную его версию в которой плоттер это та машина которая вырезает эту пленку сможет сможет вырезать по контуру ну то есть вам нужно вам нужно собственно говоря векторный файл в один цвет вот поэтому кажется там вопрос был не в этом смотри у тебя на сайте кстати ребята все ссылки на антона на instagram на его сайт есть в описании и в прикрепленном коменте но наверное коммент пока вам недоступен пока стрим идет в общем в описании найдете или я сейчас вот в чате к вам скину пока что-нибудь будет дальше рассказывать наверное вопрос был узнать в чем вот я сейчас открою твой сайт у тебя все цветное а мы открываем сейчас твой instagram а у тебя тут все черно-белое вот наверное в этом вопрос был почему у тебя в инстаграме все черно-белое то есть внутри у тебя там и такое и такое и такое но почему ты наружу делаешь черно-белое смотрите в чем в чем соль черно-белого в общем-то сейчас как бы это очень емко попытаюсь понять как это сказать емко но на самом деле черно-белая версия позволяет тебе очень хорошо и четко увидеть форму вот что что это значит да если логотип в черно-белом варианте окей то в общем как бы ты его там не раскрашивал чего бы там ты не делал с ним он всегда будет окей то есть черно-белый позволяет нам видеть очень хорош очень хорошо видеть форму не отвлекаясь на цвет и вот если ты в черно-белом варианте твой логотип знак или что угодно выглядит окей вот значит в общем то у тебя все свершилось все сошлось то есть графическая часть соответствует там шрифтовой части по объему потом формам и соотносятся с друг другом вот поэтому у меня в инсте все логосы начинаются с черного вот и потом уже можно посмотреть как они там живут в жизни как они раскрашены и так и тогда то есть если тебя черный зацепил значит все остальное тебе точно понравится слушай так а я живот и повелся начнут на вот эту ленту твою пусть наверно знаете как давно мы знакомы мы вообще с антоном можно сказать познакомились но так вот познакомились позавчера когда тестили связь а вообще я увидел его ленту она меня зацепила и мне сразу же захотелось к нему отправлять своих заказчиков сейчас я открою вам сейчас потерпите чуть-чуть ходу что еще шлешь не сейчас вот смотрите я сейчас переписку с тобой покажу вот как мы с ним познакомились мне понравилась его лента я написал привет очень крутые логотипы могу к тебе заказчиков отправлять я не писал по ему прямо сразу конструктивно написал вот и все из того момента мои заказчики я не знаю правда доходит или нет но я антона то есть мы с ним даже вот не вот это вот все что вот такой вот у нас знакомство было и и до этого отправлял к девчонке но у меня так зацепили логотип они настолько крутые но по моей песочнице с моей колокольни что вот я антона сразу добавил хотя мы с ним вообще знакомы не были я даже не знал что он подписан на канал ну может подписан это можно было так предположить но я не знал что он смотрит комментирует то есть кто-то комментирует а я даже не знал что вот это антон и во всем этом узнал только позавчера когда мы с ним тестировали связь чтобы сегодня все было хорошо вот поэтому если вам нужен верстальщик копирайтер маркетолог или чего кто-то не в команду а просто вы хотите чтобы например у заказчика проблема нет логотипа вы отправляете к человеку и человеку когда например он пришел с логотипом но после логотипа ему нужен будет сайт стоит человек обратно тебя пришлет на твой получил он всем треснул например к тебе на дизайн или с верстальщиками такая же история ты отправляешь на верстку постоянно и верстальщики понимают что когда заказчики к не придут сверстка они скажут слушаю тебя верстка какая-то фигня давай мы тебе переделаем дизайн он говорит ну слушай ну давай а дизайнер есть до они дадут твой контакт поэтому просто найдите если зацепился кто-то профиль просто предложить отдавать друг другу будем отправлять ну а давай друг другу будем рекомендовать мне иногда пишут то в этом за пять процентов за еще что-то на тебя за деньги никогда никому сразу отказываю а вот если мне понравилось мне реально очень просто штырило и захотелось, чтобы мои заказчики были вот с такими логотипами, поэтому я сразу написал. А познакомились мы с ней, можно сказать, позавчера. Такие дела. Так, слушай, там ответили в чатике, что это Сальвадор Дали был, а еще сразу же вопрос, знаешь, какой интересный вопрос был? Сейчас, сейчас, я это найду. Что-то там про руны. Были заказчики, которые долго заказывали, что в логотипе должны быть встроены магические знаки руны, которые незаметны на первый взгляд. Было ли у тебя такое? Так, ну, по поводу там скрытых и незаметных смыслов нет. Вот, обычно собственно говоря, я сам всегда закладываю что-то. Вот. Но, как правило, логотип это такая вещь, которая наоборот должна сразу цеплять чем-то, какой-то идеей. Да? Если брать, вот, например, тот же самый Fusion, да, здесь у него вот в верхней части в букву F, собственно говоря, листик такой. Это говорит о том, что у них, ну, там, хорошая, хорошая, нормальная, настоящая еда. То есть, всяких там заморозок и так далее и тому подобное. Они готовят из-под ножа, вот, это такой интересный формат, собственно говоря, у нас здесь на югах в России. Вот, ребята открыли, молодые, интересные и так далее. Вот. Обычно нет. Обычно логотип всегда показывает сразу, что в нем есть, да. То есть, он всегда должен говорить, вот, прям кричать какими-то смыслами. Да, если, допустим, взять, вот, к примеру, да, Coffee Caps, Coffee Music Bar. Клиент, заказчик этого логотипа, собственно говоря, он очень любит музыку, он сам играет на гитаре, и ему интересны вот всякие разные такие штуки, типа, а-ля, там, квартирники и так далее и тому подобное. И плюс он, у него там свой бизнес, две или три, там, кофейни в городе у нас. Вот это как раз-таки та история, это про него. То есть, здесь совмещен, там, смысл микрофона, да, плюс чашка кофе и получилось, вот, получился вот какой-то такой графический знак. Да, я вот люблю, когда в логотипе есть идея. Не просто какой-то значок тупо по теме, не знаю, там, ремонт телефонов и всего. Сразу смартфон с этими перекрестьями, молоток и что-то там, отвертка или гаечный ключ, и вот тебе логотип. Я считаю, что это шляпа. А вот такой вот мне прям очень нравится. Ну и смотри, Лёш, я тогда, раз мы здесь, ответил бы на вопрос, на вопрос, почему только монохромные решения. А, ну вот, кстати, почему только монохромные решения, мне кажется, ты на него ответил, вот, потому что тебя зацепила лента, да? Да, потому что везде цветная, 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 а тут черно-белая, вот, и да, мне понравилось. Ну, то есть, это вот какой-то там, возможно, нестандартный подход. Я думаю, что наверняка у людей, которые создают логотипы бренда, тоже есть такие инстаграмы. Я не оттыкался, но мне очень нравится структурность и системность. Вот. И еще добавлю к этому вопросу такой ответ. То есть, все логотипы на странице черно-белые и всех, то есть, каждый из них ты можешь посмотреть, как это сказать, ну, то есть, в одном исполнении, да? То есть, просто черно-белый. То есть, они, как бы, перед друг другом не выиграют за счет цвета, не выиграют за счет, там, каких-то тенюшечек и так далее и тому подобное. Они просто все одинаковые. В одинаковом отображении. И ты можешь сравнить, а вот этот там интересный знак, а вот этот неинтересный. Потому что они одинаково сделаны. Вот. И вот это, мне кажется, тоже еще может быть. Так. У нас там был где-то вопрос в Инстаграме. С чего начать, если нет заказов и вообще туда-сюда. Там, а, сейчас вопрос звучал, я просто не могу точно найти, но вопрос звучал так. То есть, что делать? Придумывать какие-то свои бренды и под них рисовать? Либо рестайлить существующие. Вот. Я бы, я просто сам думал насчет этого, что делать, если у тебя заказчиков нет, вот ты, например, хочешь рисовать логотипы. Вот. И мне все-таки ближе тот факт, чтобы придумать что-то свое, нежели чем рестайлить. Ну, вот там, я не знаю, у кого, у кого как в ленте, но я периодически слежу там за логотипами, брендами и так далее, кто где обновился, у кого там какой логотип, новый и так далее. Вот. Есть популярная история, когда дизайнер берет какой-то логотип и как-то его там рестайлит. Ну, например, берет логотипы там известных компаний, там, Google, не знаю, что еще, там, кто у нас там шрифтом написан, там, Armani, Марка Пола, да, и делает их, например, леттерингом, да, то есть это когда вы пишете каллиграфию. Вот. И, собственно, раскрашивает Google в те цвета, в которые есть, но, собственно, шрифт не гугловский, а там написан леттерингом, ну, примерно вот так, как написано, что делать, если нет заказов, да. Вот. Это, в общем-то, в принципе, интересно, но это не отображает, собственно говоря, то, как ты работаешь, то есть не видно, что ты здесь делал. Ну, взял там, хайпанол на Гугле. В принципе, это показывает твой скилл о том, что ты можешь там делать какой-то леттеринг или там как-то переделывать, работать со шрифтом. Неважно, как это будет, но, как бы, ты просто показываешь свой скилл. А когда ты придумываешь что-то несуществующее, вот, но при этом у тебя, тебе кажется, что идея кайфовая и можно было бы ее попробовать реализовать, вот это, мне кажется, намного интереснее. Так, клиенту и дизайнерам или, возможно, руководителям компании или дизайн-студий будет понятно, что, то есть, как вы сами думаете. Вот. Потому что, беря чужое и рестайля, это, ну, как бы, такой один момент, ну, просто взял и взял. А здесь, собственно, когда ты придумываешь то, чего нету, здесь включается твой мозг непосредственно и твое видение процесса. Я просто покажу сейчас цирюльное парикмахерское. Собственно говоря, в чем тут прикол? Здесь знак, который не имеет верха и низа. Здесь, если используется буква С, то это может называться цирюльное. А если используется буква П, ну, то есть, перевернуть его на 180 градусов, получается парикмахерское. Вот. И тут, как ни крути, получается либо цирюльное, либо парикмахерское. В принципе, это может быть, ну, как я себе это придумывал и как я себе это представлял. Это может быть полноценный бренд, который называется цирюльное парикмахерское. Ну, предположим, с одной стороны просто это выглядит, световой короб висит, выглядит как цирюльное, а с другой стороны идешь в парикмахерское. Вот. И, собственно говоря, эта работка, она сделана просто так, нечего, нечего было делать, но осенила интересная идея по поводу того, что можно использовать и С, и П, перевернуть и будет прикольно. Вот. Эту работку я выложил на Behance и Behance ее отметил, как, ну, поместил ее в подборке графического дизайна. Вот. Логотип, логотип есть, в общем, если у кого-то есть цирюльная или парикмахерская, можем созвониться и, в общем, Сколько тысяч денег подготовить? Ну, как-то так. То есть, это логотип, сделанный не для заказчика, это логотип, сделанный условно в портфолио. Вот. Хотя на Behance у меня там такая история, портфолио, можно сказать, практически нет. Вот. Но сам Behance его отметил как кайфовую графическую работу. Слушай, там в чатике очень много вопросов. Ребята, мы по чатику пройдемся, вот с самого верха вниз. Надеюсь, что успеем все глянуть, рассказать. Ну, у меня есть вопрос, который, не знаю, может, его там нету и забудем. Ну, он очень часто появляется у нас в Дискорде, в Личке. Можно ли использовать логотипы, например, ты сделал, ну, не ты, ты же логотипом больше занимаешься, да, пока? Вот, например, дизайнер сделал редизайн Apple-овского сайта или, не знаю, Microsoft или еще какого-нибудь. Можно ли ему добавлять этот кейс себе в портфолио и там оставлять логотип или ему прилетит за это? То есть, надо или замазывать как-то, или, в общем, чтобы не было проблем, что сделать с логотипом? Ну, тут очень интересно, это, мне кажется, даже вопрос больше этики, навряд ли там компания Apple посмотрит, зайдет там на твой беханс и посмотрит, хотя, в принципе, вполне, вполне вероятно. Но здесь, получается, какая история? Юристы, которые охраняют зарегистрированные знаки, они, как правило, смотрят, скажем так, чтобы не было плагиата, да, потому что редизайн сайта все-таки это не плагиат, это твое переосмысление, тем более, если ты там указываешь, что вот это, например, редизайн, это не настоящее, но это про Apple, да. Вот, мне кажется, такое в портфолио положить можно, компания Apple, как мне кажется, не будет, ну там, не будет заниматься судами и всем этим остальным. Про Apple, вот, видно тебя? Да, да, да. Что я открыл? Ты говоришь, Apple не будет заниматься судами. Я вот недавно узнал, что я рисковый опрос проводил, оказывается, Apple судится вот с этой компанией, которая занимается, ребят, я забыл, чем занимается, по-моему, доставка еды, что ли. В общем, абсолютно тут техника, тут то ли доставка еды, то ли что-то такое, тут яблоко залитое, тут оно контурное, тут хвостик туда, тут сюда, тут один элемент, тут два элемента. Я не знаю, вот они судятся, и там реально непонятно, что будет. Ну да, тут такая интересная история, вообще, со всеми этими правами, регистрацией знаков, там, в общем, смотри, у юристов есть такая очень интересная, очень интересная, как это, как это сказать, в общем, короче, они приходят и говорят, ребят, похоже, до степени смешивания. Ты такой, чего? Похоже, до степени смешивания. То есть, что это значит? А похоже, до степени смешивания, в принципе, обосновать можно как угодно. Вот компания Apple использует, там, фрукт, так, и эта компания использует фрукт. У компании Apple, там, у фрукта есть листик, и у этой компании есть листик. Мм, ну, в общем, похоже, до степени смешивания. Понимаешь? И вот этот вот момент очень интересный, да, понятно, что они не похожи. Мы все нормальные, адекватные люди, глядя на два этих логотипа, понимаем, что они, реально не похожи. Да, то есть, ну, как бы, это реально зала логотип. Они даже не конкуренты, они же вообще абсолютно разные темы. Тут, по-моему, вообще приложение для доставки продуктов, а там вообще техника. Да, тем более. И, в общем-то, все эти патентные организации, которые занимаются, и вообще, изначально история патентования логотипов заключалась в том, что появились несколько производителей в какой-то одной отрасли, да, и для того, чтобы, запатентовать свое название и внешний вид, они, собственно говоря, и начали регистрировать эти логотипы. Вот. Ну, чтобы хоть как-то друг от друга отличаться, потому что непонятно, что это за компания. Вроде там, одна производит, там, я не знаю, свечки, и вторая производит свечки, да, вот. и при этом, ну, нужно как-то называться, и поэтому начали придумывать вот эти разные вещи. Я не знаю, что они там прилипли к этому, к этой груши, вот. Ну, почти все написали в сторисах, что проблема, что и то, и то фрукт. И вот интересно, если бы здесь был какой-нибудь, не знаю, огурец, например, или там овочка, если бы тут помидор был, оно бы еще больше было похоже. Ну, в целом, да. И мне кажется, знаешь, не то, чтобы даже фрукт, а то, что компания как будто бы использует, ну, знаешь, такую эпловскую стилистику, да, у них нет ничего, кроме этой груши. Ну, то есть, знак вот просто груши какая-то. Понятно. Да, ну, на самом деле, странная история. Вот. Так, что мы, получается ответили на вопрос, нужно ли делать, рестайлить, либо делать свое. Вот. Мне кажется, делать свое, потому что несуществующая, несуществующая компания, которой ты придумал логотип, ну, она прикольнее, прикольнее работает. Вот. О, вопросик у вас. А что-то я не догадался фигму притащить. Так, все ли, а, вот смотри, все ли веб-дизайнеры создают логотип? Мне кажется, любой веб-дизайнер может создать логотип. Создать логотип это самое простое. Не знаю, мне кажется, это сложно. Мне кажется, времени отнимает очень много, я поэтому и отказался. У меня вот офигенные логотипы, ну, на мой вкус, они офигенные, да, у всех там разное мнение. Я вообще, я тащился, они у меня висели, а потом, со временем, я вообще убрал всю эту ветку из портфолио, у меня ни на сайте, нигде, нет вообще упоминания, что я когда-то там делал логотип, и, наверное, многие подписчики, вообще, для них это шок, что у меня столько логотипов есть. Просто, мне кажется, я не знаю, я могу, ну, сайт ты открыл ТЗ и сразу начал делать дизайн. Ушел, погулял, вернулся и просто сел и продолжаешь. А логотип ты можешь там, не знаю, то есть надо порисовать, надо придумать идею. Просто брать какой-то значок по теме со стока и подобрать интересный шрифт, я считаю, что это шляпа. А вот, чтобы реально была идея, то есть надо реально придумать. Ну, оно может либо сразу тебя синит, либо ты неделю проводишься, а заказчику что? Непонятно, платить тебе за эту неделю или нет. И плюс ты можешь неделю потерять, а с сайтами такой проблемы нет. Поэтому вот я логотип умрал. Ну, да, в целом, собственно говоря, ты прав. Но тут еще какой момент? Тут еще, наверное, момент оплаты происходит. И, то есть вопрос, как вы договоритесь, да, если, например, веб-дизайн можно, ну, как я себе представляю, можно посчитать часами, да, ну, ты в среднем понимаешь, сколько у тебя там стоит, там, час и так далее. То есть садишься работать и понимаешь, что ты главный там сделаешь, там, часов за 20, да. Вот. И озвучить клиенту там стоимость, стоимость там условная 20 тысяч. Вот. А с логотипом так не получится и логотип всегда имеет фиксированную ставку. Ну, и тут соль в чем, да, действительно, ты можешь сидеть неделю, ковыряться, смотреть рефы и так далее, и тому подобное, вот, и тебе в голову ничего не лезет. А можешь, ну, реально сесть, там, не знаю, за пару дней что-нибудь клевое нарисовать. может быть, даже за вечер. Вот. Поэтому... Клевое нарисовать. Если ты только начинаешь, у тебя логотип, ну, наверное, стоит долларов 50, ну, средняя цена, а может сто. Вот 50-100 долларов, насколько я знаю, на фрилансе это средняя цена. Так ты, сколько дней? А сайт, ну, сразу там 150, 200, 300, а по времени получается одно и то же. Ну, да, и тут смотри, получается, какая история. Вроде бы, кажется, что логотип сделать проще, ну, то, что соль дешевле, да, вот, а с другой стороны, мне кажется, что логотип, наоборот, сделать сложнее. Ну, как логотип? Я тоже считаю, что логотип, это очень сложно, поэтому, поэтому, да, так как фриланс это бизнес, да, то есть нет времени тупить, нельзя вот так вот сидеть и просто неделю думать, а потом сказать, слушайте, ну, я ничего не придумал, поэтому давайте разбежимся, ты в итоге ничего не заработал, а семью кормить надо, поэтому я от логотипов отказался. Просто делать какую-то шаблонную штуку, покупать значок на стойке и подбирать шрифт, ну, это мне совесть не позволяло, поэтому я от этого ушел. Ну, все правильно, да, поэтому, собственно говоря, мне кажется, логотип должен, именно непосредственно логотип должен стоить дороже, чем он там стоит сейчас, средняя цена. Но, и тут смотри, важный момент какой, для чего используется логотип. То есть, если это начинающая компания, которой нужно просто сейчас выйти на рынок и показать хотя бы свой продукт, вот, то, в общем-то, может и не стоит заморачиваться и сделать какую-то простую вещь, не очень дорогую. А если это компания с определенным бюджетом и планирует дальше развиваться, и у нее есть бизнес-планы, это там не первый какой-то ее проект, то, наверное, имеет смысл сделать, подойти к брендингу более, ну, как скажем так, осознанно, может быть, да, и позадавать очень каверзные вопросы клиенту, да, то есть, как будет жить логотип, где он чаще всего будет использоваться, на какую аудиторию он работает, и так далее, и тому подобное. И уже создавая, создавая какую-то графическую часть и, в принципе, лого, это же по идее бриф, у тебя же, наверное, тоже бриф есть какой-то с такими вопросами, или как вот, пришел к тебе заказчик, что ты с ним делаешь? У меня очень интересная история, я люблю встречаться, у меня нет никакого брифа, я люблю общаться и разговаривать, вот, понятно, что на фрилансе это невозможно сделать, хотя, почему нет, созвонились и пообщались, вот, когда ты с человеком напрямую, вот, глаза в глаза, ты примерно понимаешь, что ему нужно, вот, и я, как правило, стараюсь общаться с человеком, который принимает решения, я его так называю, это может быть собственник бизнеса, это может быть руководитель и так далее, то есть, в принципе, на фрилансе прилетает заказ от менеджера, вот, но я всегда стараюсь, ну, наверное, от менеджера, возможно, это и сами собственники бизнеса, я всегда стараюсь встретиться с собственником бизнеса, и если этот бизнес, скажем так, им нужен логотип в той сфере, в которой я уже занимался, или там сделал один, два, три или пять, вот, я начинаю задавать вопросы, те, с которыми я столкнулся когда-то, но это хорошо, когда у тебя есть опыт, вот, и не очень хорошо, когда у тебя опыта нет, вот, но я вам скажу, что при создании неважно чего, сайта, логотипа или чего угодно, нужно включать просто обычный анализ и задавать себе вопросы, а зачем я это делаю, да, то есть, если ты рисуешь кнопку, то есть, ну, спроси себя, зачем она такого размера, то есть, ты просто нарисовал, ты просто, окей, вроде нормально, да, но может, все-таки глянешь на ее размер, да, может, она должна соответствовать той кнопке, которую ты до этого нарисовал, чтобы до верстача, там, 10 кнопок не рисовал, вот, и здесь такая же песня, то есть, если ты рисуешь, там, логотип, я не знаю, шармятник какой-нибудь, там, где-нибудь на окраине города, то, возможно, что и это, ну, там, может стоить дешевле, а если ты рисуешь логотип, например, ну, не знаю, отелю какому-нибудь, вот здесь уже надо думать о том, что этот логотип явно будет использоваться, ну, начиная от вывески и заканчивая тапочками. Слушай, прости, прости, сейчас перепрыгнем, открой твой инстаграм, я когда говорил, что вот с тобой будет стрим, так, где это, а сейчас я тут, где-нибудь на окраине города, то, возможно, что и это, ну, там, может стоить дешевле, а если ты рисуешь логотип, например, ну, не знаю, отелю какому-нибудь, вот здесь уже надо думать о том, что этот логотип явно... Включилась запись с отставанием, я думаю, зачем ты говоришь то же самое второй раз? Вот, когда я говорил, что с тобой будет стрим, мне один написал в директ, что Хиллман очень похож на Хиллтон, вот просто один в один обновленный на Хиллтон, я ему пытался доказать, что абсолютно не это, ну, то есть, знаки, сейчас я найду Хиллтон, Хиллтон, вот, и сказали, что прям вообще один в один на Хиллтон. У Хиллтона, по-моему, если мне не сменяет память, вверху, вверху такая полукруглая дуга. Нет, я тоже сначала это скинул, объяснил, что там дуга, что знак, шрифт другой, что тут у тебя, как это, режим блондинки, а там строчными, а потом оказалось, что это, типа, предыдущая версия, а есть обновленный. А есть обновленный? Да, и вот, что он прям вообще один в один. Интересно, я пошел искать, потому что я не видел. Сейчас я в фигму вставлю. Да. Вот, и сказали, что вот Хиллтон, и сейчас давай я сюда же твой этот возьму. Ну, у Хиллтона получше. Ну, я пытался доказать, ну, что они разные, то есть, они вообще, ну, они разные. Ну, тут, мне кажется, смотри, здесь вот у Хиллтона есть такие засечки, которые идут под углом, и у меня, собственно говоря, похожие засечки, которые тоже идут под углом. Вот. Ну, возможно, что похоже. Ну, как бы, типа. Ну, да, если взять букву H. Тут и тут буква H, квадратик, и тут квадратик. Но я считаю, они абсолютно разные. я тебе знаешь, что скажу, смотри, вот шрифт, например, мне кажется, что это либо Монтесеррат, либо, сейчас забыл, как он называется. Ну, очень похож на шрифт Монтесеррата, гугловский. Вот это вот дескриптор, на котором написано Hotels and Resort. И, собственно, у меня тоже очень похож шрифт. Я вначале где-то говорил, что логотипы, это такая штука, которая очень подвержена моде, да, вот, и сегодня там модно рисовать плоские логотипы, и вот, собственно говоря, мы занимаемся рисованием. Плюс у нас в Инсте где-то был вопрос, как подобрать шрифт к логотипу, вот, и это вот как раз про эту тему, то есть Хилтон никогда не был написан прямым шрифтом, как мне кажется, я могу сейчас привирать, да, но предыдущий Хилтон, кажется, был написан с засечками. Ну, вот, чтобы видели, какой был. Ну, вот эти знаки, они вообще абсолютно разные. Тут какой-то знак в круге, вот, тут мне кажется, вот это как раз та история, когда две фишки, то есть одна фишка, что здесь какая-то вот спираль такая, а вторая, что там какая-то буква H, типа башня, как будто, не знаю, там две башни, два небоскреба, еще что-то. Вот это я считаю за две фишки, вот это, например, это одна фишка. Я считаю, что в логотипе должна быть одна, а тут вот уже какой-то перебор. Вот у тебя тут тоже как бы одна фишка. Ну, интересно, это Хиллман, это такой небольшой арест кафе, опять же на югах, если кто-нибудь когда-нибудь из вас поедет в Донбай, обязательно останавливайтесь в городе Карачаевск, его ребята готовят очень клево. для Карачаевска это прям топчик-топчик. Вот. И, собственно, все. Мне кажется, что... Ладно, ты говори давай. Собственно говоря, ну, как мы... как... есть такой стереотип, что, ну, скажем так, в республиках наших любят все такое подороже, покруче и покрасивее, построже. Вот. И, собственно говоря, поэтому Хиллман выглядит вот так, а никак иначе. Хотя, кафе открывалось, открылось не так давно, вот. И, мне кажется, ну, можно было бы что-то интересное нарисовать. Ну, такое, знаешь, не строгое, а там стильное, такое дорогое. Хотя, это просто обычное кафе. Вот. но, опять же, клиент, есть клиент, есть его потребности и есть рынок, который будет это покупать. То есть, мы понимаем, что это Карачаевск, вот, что это ребята, которые любят, ну, там, условно, BMW и так далее. Ну, то есть, чем круче, тем лучше, да. И вот здесь вот, ну, типа стильность и строгость. Вот. Другого ничего невозможно представить. Если, например, сравнить, ну, то есть, если сравнить Fusion, да, это, в общем, и то, и то, и это, это кафе. Ну, Fusion такой весь веселый-веселый, вот, а Human такой весь строгий-строгий. Потому что, есть рынок там, и есть рынок тут. Вот. Разные рынки и разная потребность, собственно говоря, по логотипу. Слушай, мне кажется, что вообще, если логотип будет вот такой формы, то, наверное, каждый пятый логотип можно будет вот так вот сравнивать, что как будто бы они идентичные. Либо вот круглый знак, либо такой. Если вот тут какое-то название, и если еще так совпадет, что они там будут созвучны, Hilton и Human, и снизу какая-то вот эта статуска будет. Кстати, как вот эта штука называется? Я ее всегда, когда разрабатывал логотипы, назвал статуской. Не знаю почему. Ну, вообще это называется Descriptor. Ну, так, правильным языком. Понятно. Вот, так мне кажется, если будет так, то они будут похожи, поэтому просто из-за формы уже можно, вот как Apple с грушей с этой. Ну, в целом, наверное, да. Но здесь у тебя больше, ну, смотри, если говорить, похожи ли они или нет, да, они похожи. Первое, они похожи композиционно. Вот. Ну, то есть, вот ты нарисовал, да, собственно, две формы, но они композиционно похожи. Да, они композиционно похожи. И это норма, потому что, собственно говоря, для горизонтального, ой, для вертикального отображения логотипа, вот такая компоновка, условная, там, близкая к квадрату, это окей. Вот. А все логотипы, ну, возьмем, не знаю, логотип какой-нибудь автомобильной компании, например, Toyota, у него примерно такая же, такая же компоновка. Вот. И это окей, потому что, ну, как бы, иначе ты, это сложно показать. Вот. Как-то так. Ясно. Так, слушай, у нас там много вопросов в чатике. Давай на них отвечаем. Да, давай, можно на чатик. У меня есть один вопрос, не знаю, есть он там в чатике или нет. У нас же в основном все про фриланс, ну, фриланс в том числе, да, не сейчас, а вот вообще у меня на канале. И интересно, вот что делать, во-первых, сколько надо разработать, сколько фрилансеру надо разработать вариантов, один, например, вот он говорит, 50 долларов, не знаю, там 100 долларов или просто какую-то сумму назвал, сколько нужно разработать вариантов, один, три или не знаю, может там много каких-то вариантов, потом рисуешь ли ты от руки эскизы или ты сразу делаешь какие-то готовые варианты именно в графике и потом презентуешь их, или ты сначала наброски утверждаешь, и потом выбранный набросок ты уже отрисовываешь графики. потом есть третий вопрос, это есть такое мнение, что нужно делать один вариант хороший, а второй похуже, и вот этот похуже, он поможет заказчику выбрать тот, что получше, то есть похуже, изначально ты делаешь плохой или недоработан, или что как-то, и за счет него ему покажется, слушай, вот этот вообще офигенный на фоне плохого. И четвертый вопрос, а что делать, если, ну, то есть не что делать, понятно, что делать, там, либо возвращаешь перед оплатой, либо не возвращаешь. Вопрос такой, как повысить свои шансы в логотипах на фрилансе, чтобы не пришлось возвращать предоплату, или чтобы не было там истерики какой-то, что ты сделал фигню, я неделю потратил, а завтра уже открываться. Так, давай начнем с конца. Как повысить свои шансы? Я бы рекомендовал всем подходить к созданию логотипа, ну, вот примерно так, как ты подходишь, как непосредственно ты подходишь к созданию сайта. То есть ты клиенту отдаешь не просто дизайн, ну, то есть вот, вот вам картиночки, да, заберите, пожалуйста, да, что ты делаешь? Ты делаешь дизайн, рекомендуешь, показываешь или рекомендуешь клиенту, где можно посмотреть, как там будет происходить анимация. Ты рекомендуешь клиенту верстальщиков, да, людей. Ты с дизайном отправляешь сопроводительный текст, в котором описываешь, какие задачи ты решил. Ну, это вот, насколько я понимаю, отсматривая твои ролики, я помню, где ты рассказывал про то, как ты работаешь. Это по дизайну, да, это программную страницу или лендинг, Да, 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 вот. И это, мне кажется, повышает, в принципе, шансы на то, чтобы твой дизайн там согласовали, купили и так далее, и тому подобное. Я же смотри, я делаю полностью готовую страницу и ее потом пытаюсь продать. То есть я расхваливаю, какая она классная, что здесь можно сделать и димашку. Вот, с логотипами получается тоже надо сделать финальный вариант и его расхваливать или надо сначала делать какие-то наброски карандашом и потом какой-то выбирать. Да, это у нас вторая часть вопроса. И смотри, вот, что делать, если нет заказов, мы обсудили, да, и вот есть тут такой разделчик, называется он «С чего начать?» Вот, собственно говоря, начать всегда с идеи какой-то, то есть что мы делаем, да, то есть мы берем чувака серьезного достаточно, мы берем метки там точно в цель, мы берем боевую раскраску и мы берем маску. После этого кому как, просто некоторые не умеют рисовать, например, прям от слова совсем, да, карандаш в руку, в руке не держали, вот, а некоторые умеют рисовать. Я всегда начинаю с того, что я беру лист бумаги и карандаш. И вот когда ты начинаешь карандашом вводить и, собственно говоря, происходят какие-то штуки, то есть первоначальный этап ты такой, оп, пошел, посмотрел рефы, да, ну, то есть ты же понимаешь, там, для чего ты делаешь, да, вот, посмотрел какие-то рефы, совместил несколько смыслов, да, то есть серьезный чувак, точно в цель, боевая раскраска, форма маски, пошел рисовать, рисовал, прикидывал, накидывал, вот здесь вот есть такие варианты, сякие варианты, револт писал, пробовал написать револт и букву В, вот тут, вот здесь вот в шрифте буковку В я пытался вставить и так далее, в итоге у тебя родился вот примерно вот такой знак, да, дальше ты его показал, дальше ты показал, отрисовал в векторе, все классно, все хорошо, дальше ты делаешь обязательно, всегда, и это работает в 80% случаев, клиент не покупает изображение, клиента всегда покупает картинку, то есть и мы все жертвы этой истории, то есть мозг человеческий работает всегда так, что тебе обязательно, ну как, то есть тебе лучше зайдет визуальное изображение, да, нежели чем просто вот что-то, ну вот условно, да, что-то на каком-то фоне, ну вроде и ничего, ничего не происходит, да, а как только мы начинаем видеть что-то уже в существующей, в существующей истории, здесь нам проще принять решение, о, смотри, на бочке прикольно смотрится, то есть, а ты нарисовал клиенту там условный лого, да, и обязательно сделал вот эту вот привязочку в жизни, вот, и он такой, о, точно, я бочки сделаю, супер, то есть вот он открывает, грубо говоря, пинтбольный клуб и приходит к тебе за логотипом, да, и ты как бы предвосхищая его ожидания, то есть сразу накладываешь логотип на макап, и он такой, о, слушай, круто смотрится на бочках, вот, то есть ему даже может быть не столь сильно важно, как смотрится логотип вот здесь вот, да, какой он там стильно, хорошо нарисованный, учтены отступы там, все везде одинаковые, или там разные, и так далее, и тому подобное, но он покупает, вот, собственно говоря, вот эту картинку, то есть, о чем я говорю, ты на каком-то из стримов говорил, что, помнишь, самый первый твой заказ, когда ты сделал главную, то есть все там принесли просто изображение главной, а ты это изображение главной положил на, засунул в айпад, вот, сделал, сделал привязку, вот, то есть, смотрите, в чем соль, всегда показываете логотип, как он живет в жизни, на том или ином носителе, это 100% продвинет вашу работу, то есть, ну и соответственно, мы понимаем, если это логотип для пинбольного клуба, мы его там наносим на спецодежду, там и так далее, благо сейчас макапов миллион всяких бесплатных в интернете, если это у нас, собственно говоря, ну там парикмахерская, то мы находим какие-то вот такие штучки, скляншки, баночки и прикладываем сюда, то есть, что получается, у собственника есть бизнес какой-то, да, в какой-то теме, и мы под эту тему, ему, собственно говоря, подгоняем его будущий бренд, ему так проще определиться, потому что он видит, как это выглядит в жизни, вот, и отвечая на самую первую часть твоего вопроса, стоит ли рисовать один вариант, или три варианта, или 80 вариантов, все зависит от того, насколько просто вам это дается, и насколько хорошо вы умеете себя продавать, начиная разрабатывать логотипы, там в 10-м году, я делал несколько вариаций, такую, сякую и так далее, но по тому, как я рос и приобретал опыт, у меня версии становились принципиально не похожи друг от друга, да, то есть, если там, когда ты начинаешь делать логотип, ты там нарисовал какую-то форму, покрасил ее в синий цвет, и эту же форму покрасил там в желтый цвет, ну, для меня это не вариант, вот, а вот если ты переработал принципиально концепцию, вообще принципиально, то есть, нарисовал сначала там, я не знаю, машинку, да, а потом вместо этой машинки нарисовал руль, который встроен в шрифт там, да, ну, я к примеру сейчас говорю, вот, это принципиальные два разных подхода, вот, и тут вопрос заключается в том, насколько вам просто это дается, и как вы построите, собственно говоря, свою деятельность в плане оплаты, вот, тут как бы каждый выбирает для себя, рисовать или не рисовать, про дембинг пишут, смотри, а на фрилансе много людей, да, вот, говорят, что дембинг, все, ты, например, себя ценишь, ты хочешь логотипы продавать, ну, представим, там, за 300 долларов, да, у тебя есть время, возможности сделать офигенный логотип, неделю посидеть, или две, или месяц, но ты, вот, ты себя ценишь, например, 300 долларов, а рядом еще, а рядом вот откликнулись на ту же заявку, еще 10 человек, и у кого 20, у кого 10, у кого еще что-то, вот, что делать, как себя ценить, и не скатиться на эти же 50 долларов, ну, смотри, если ты себя ценишь, там, в 300 долларов, то тут вопрос... Но сумма очень условная. Ну, я условно, да, если ты оцениваешь себя высоко, то, скорее всего, ты вкладываешь в логотип несколько больше, чем просто вот нарисованные истории, да, все-таки ты занимаешься брендингом, да, если ты, ну, то есть, в принципе, чем больше у тебя опыта, ну, соответственно, чем больше у тебя опыта, тем дороже ты стоишь, ну, на мой взгляд, это так происходит, вот, ты же можешь объективно оценить себя, там, приблизительно по рынку, там, что ты примерно делаешь, вот, и тут такой момент, типа, если ты, если у тебя дофига опыта, и ты такой весь дорогой, вот, у тебя есть два варианта, ты можешь логотипы по 50 долларов, ну, там, я не знаю, в день нарисовать, там, штук 5, вот, и, в общем, окей, вот тебе твои, собственно говоря, там, 300 долларов, вот, или нарисовать один за 300, но это, знаешь, это вот такой вопрос, когда, ну, типа, есть там магазин, я не знаю, какой-нибудь одежды, ну, дешевый, да, скажем, есть магазин одежды дорогой, вот, магазин дешевой одежды и дорогой одежды отличаются только одним единственным, в магазине дешевой одежды покупок совершается много и часто, а в магазине дорогой одежде покупок совершается редко и мало, вот, как-то так. Так, Леш, а ты на связи, потому что, почему-то у меня чуть-чуть, чуть-чуть пропало изображение. Что, пропало? Не, я тебя вижу, слышу, и, по идее, все тебя видят, слышат. А, все отлично, ага, все появилось, все нормально. Так, ну что, пойдем тогда куда, в Инстаграм добьем вопросы или в чатик? Давай в чатик, а то там, может, переживают, что мы, да, что они там пишут. Там было очень много вопросов про золотое сечение. Пользуешься ты им или нет? Нет, не пользуюсь, и сейчас объясню, почему. Не пользуюсь золотым сечением, потому что у меня 13 лет художественного образования. Я закончил художественную школу, художественное училище и там, ну, условный какой-то художественный институт. Вот, и рука настолько привыкла, что моя рука не рисует, ну, линию, которая кривая, вот скажем так. Поэтому все вот эти вот, то есть, композиционно я, в принципе, вижу на глаз, потому что я 13 лет учился именно рисовать там людей, там, квадратики и все такое, чего кубики, пирамидки и так далее. Рисовал с натуры, ходил на этюды, то есть, изначально вообще я должен был стать художником, а в итоге стал дизайнером. Вот, и поэтому, ну, то есть, мне всегда это вдалбливали, рассказывали по поводу композиции, что нельзя там зарезать, что можно зарезать, как сделать динамичную картинку и так далее и тому подобное. То есть, все эти основы я проходил там в художественной школе, потом в училище и потом в институте. Поэтому у нас в инсте, по-моему, был где-то вопросик о том, нужно ли знать какие-то законы, там, композиции и всего остального. Да, конечно, нужно при создании, чем больше у вас опыта в сопоставлении форм друг к другу по тому, какие формы бывают, там, тяжелые, легкие, там, и так далее. Вы, собственно говоря, ваши знаки, логотипы, да и, в общем-то, весь ваш дизайн, даже веб, он будет смотреться хорошо. То есть, если вы делаете там слева, скажем, делаете сайт и слева делаете большую там темную картинку, а справа у вас совсем чуть-чуть текста, и он маленький, то, в общем, по весу они получаются неравнозначны, и там человек больше смотрит на картинку и меньше смотрит на текст. Вот. Все эти законы, ну, скажем так, визуального веса, шрифта, знака и так далее, и тому подобное, они формировались во мне, ну, достаточно долго, и, ну, как бы, я там, я не сижу, не думаю про золотое сечение, да, я просто рисую и примерно представляю, ага, здесь вот кажется чуть тяжеловато, значит, нужно облегчить, да, здесь вот, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, это все вот на интуитивном уровне, но это происходит, потому что я очень долго учился. Вот. Блин, у тебя такие офигенные логотипы. Вообще, вот эта морда, да, вроде суши, а на самом деле тут ниндзя, голова такая, даже рот, ну, то есть, вообще просто офигель. Ну, и вот смотри, вот смотри, Роллман, да, очень похоже на название Хиллман, очень похоже на Супермен, Спайдермен, Человек-паук, там, и все, и все. Я хотел спросить, если бы вот мы туда вставили вот эту букву, нам бы предъявили, что это вот с такой буквой Н, что это очень похоже или нет? Да, вполне возможно. Да, просто вот совпало, да, звучание и композиция. Да, да, конечно. Хорошо, вот спрашиваю человек, сколько стоит логотип, сколько должен стоить, как оценить? Вот у меня почему-то в голове, что вот фриланс, но это вот с тех времен, когда я делал логотипы, это уже было давненько, тогда средняя цена была 50-100 долларов, кто-то за 80 делал, но вот 50-100, это вот прям средняя-средняя цена. Да, ну, тогда просто доллар там условно стоил 50 рублей, да, а сейчас доллар стоит 75 рублей. Вот, очень странно, да, чего такое случилось, что логотип подорожал, я-то не могу понять. Ну, то есть, странно, я считаю, все всегда в рублях, и, собственно говоря, стоит, любая разработка, неважно, чего будет, логотип или нет, стоит ровно столько, сколько вы хотите зарабатывать. Вот, ты хочешь зарабатывать, там, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц, вот, пример, посчитай, сколько логотипов ты за это время нарисуешь, и вот, собственно говоря, тебе цена проекта, чего нет. Помню. Ну, и опять же, тут надо понимать, что стоимость, она же складывается еще от вовлечения в проект, от того, от твоей компетенции и так далее. Ну, естественно, если ты начинаешь и не понимаешь, там, не задаешь клиенту вопросы, а для чего вам логотип, а где вы его будете больше всего использовать, а кому вы хотите его показывать, то есть, кто его смотрит, молодежь, не молодежь, может быть, он для всех, ну, окей, хорошо, он для всех, тогда, если он для всех, то, наверное, он будет более читабельным, да, вот, посмотрим, Леша открыл сейчас лапша деливери, да, скажем так, лапшу, наверное, заказывают все, ну, скорее всего, возможно, бабушки не, там, не пользуются доставкой, да, и вообще доставка еды, кто пользуется, может быть, больше молодые люди, ну, может пойти посмотреть, там, какое-нибудь исследование о том, кто пользуется доставкой еды, то есть, ну, какой-то сегмент в твоем городе или там в городе, в котором находятся клиенты-заказчики, ага, сегмент молодежь, отлично, в чем молодежи нужно, ну, смотрим на тренды, что сейчас используется и так далее, вот, плюс добавляем в знак какую-то интересную фишечку, ну, букву Ш делаем, как, собственно говоря, либо это сама лапша, да, либо это может быть пар, исходящий из тарелки, вот, а лапша, наверное, это все-таки, это фитнамская кухня, читается она шахнова или читается шахнова? читается, ну, смотри, лапша тоже там, под лапшой есть комменты о том, что они, она не очень хорошо читается, вот, не, ну, тебя-то она в середине, у тебя лапа, и ты уже сам дописываешь, а у меня это первая буква, которая стоит с краю, и не факт, что она вообще читалась, ну, да, вот, наверное, смотри, вот, если, ты же просишь по чесноку, если смотреть, вот, на мой взгляд, не самый удачный логотип, потому что очень сложно считывать ша, по причине того, что абсолютно все мозги у людей абсолютно одинаково устроены, вот, ну, там, они просто бывают в диаметрально противоположном истории работают, как вот, с этой картинкой про белое и синее платье, если вы видели, одни говорят, платье белое, другие говорят, платье синее, вот, здесь просто очень хорошо считывается кулак, но очень плохо считывается ша. Мне кажется, вот так вот оно не считывается, наверное, а вот когда ты ставишь такую, какую-то кикбоксерку, и тут кулаки эти начинают уже... Да, уже начинают, уже начинают считываться, да, но мы всегда... Везде пытался такие штуки, ассоциации вставлять, чтобы человек уже додумал, вот, где-то... Потому что, смотри, очень правильный подход, очень правильный подход, потому что мы нигде с логотипом практически никогда не встречаемся в отрыве от того, где он находится. То есть, если ты логотип увидел на вывеске, то ты там можешь заглянуть в магазин и понять, что там происходит. Вот, а если... Нога считывается? Да, конечно. вот здесь... Варгусная деформация, да? Если бы вот этого не было, оно бы считывалось, нога? Да, конечно. А я вот, кстати, не прочитал, что там внизу написано. Ну, это как раз про... что-то там... Большой палец лечит. Тут получается что-то подставка. Здесь хорошо считывается, понимаешь? Здесь считывается сразу на название и потом такой, ой, а там же нога. Прикольно. Ну, то есть, вот ты как бы на этом останавливаешься. Дом ТВ хороший. Уютное такое телевидение, ну. Вот. И в Web его, кстати, удобно использовать. Именно. вот этот мне, по-моему, это конкурс какой-то был, вот этот мне не нравится, он какой-то слишком, ну, какой-то, не знаю, тут несколько фишек как раз про то, что я рассказывал. Тут и прицел, и облако, и самолетик, и, короче, вот прям винегрет, винегрет. Вот он мне не нравится. Вот этот мне нравится, еще вот, что кресло и телевизор, да, что кнопку включаем. Кнопочка, да, хорошо там. Вот этот мне нравится, вот этот мне нравится, потому что, ну, какой-то вот слишком, он какой-то вот просто вот значок стоковый значок вроде и мистер кофе а все равно не например не нравится вот этот мне нравится потому что это вот именно башня вот это с дымом идет тут какие-то там опять же видишь я подставил до чтоб можно было ассоциировать а если вот так вот было твой фиг бы ты наверно хотя тут слово industrial есть вот кстати ты меня там поругал за шрифт который выровнен поэтому я вот здесь поругаю смотри industrial не ровно с чедаева я понимаю что ты хотел сохранить собственно говоря наклон букву до п но в целом наверное все же надо было выстроить industrial относительно цель бы дырка была ухта тут такая небольшая дырка но да и можно было бы чуть чуть ниже опустить это наверно тоже какой-то уже винегрет что тут и венделя какие-то культура да и какая-то линейка потому что там технология но тут надо смотреть насколько ну какой бренд и как позиционировать потому что возможно вот это отображение мир бембели кстати неплохое потому что там дверь им тоже они очень спрятаны но смотрится прикольно шрифт подходит или вообще не кажется кажется должен был быть засечками потому что у формы дивана есть толщина есть подолще есть потоньше и шрифт хочется более классический то есть если бы диван был нарисован так же как вот у нас был с этим с телевизором и креслицем то тогда бы этот шрифт больше подходил вот этот не нравится тут вроде какая-то такая имперская что вот это ерунда как у египтян этих было на шлемах вот это вот нижняя часть мне как-то вообще он такой в маленьком формате и чуть издалека начинает теряться и но ты не видишь там какого-то смысла да то есть ты сразу не можешь считать но это нормально у всех есть там более удачное решение менее удачные решения это вот логотип который надо объяснять значит плохой анекдот потому что туда да то есть если температор сказать что ковина и плюс это потолки потому что сверху он какие-то полосы как будто на потолке это плохой анекдот вот это да а вот это хороший очень хороший там если кто то есть и такой единственное что шрифт явно не отсюда я ненавижу импакт вот но ненавижу потому что им свое время писали все но понятно что это логотипы не сегодняшние твои а надо ребята все кто нас смотрят давайте делать скидку на то что логосы которые показывают алексей они сделаны очень-очень давно но это прям для логотипа в сейчас нашем времени это прям приличная история вот вот смотри вот этот мог выглядеть вообще без шрифтовой части судя по всему что это женские сумки называются когда они по-итальянски они скорее всего дорогие вот вот как у тебя цепи да что это или какие-то там императорские какие-то там королевские сумки или что-то у них там такое было поэтому я взял корону и корона в виде сумки тут получается корона с улыбкой мне единственное что не нравится слишком много там внутри мельтешения хочется проще знак чтоб он скорее скорее воспринимался как сумка хотя он вроде бы заметный может быть из-за того что там раскрашен в разные цвета чуть пропадает водку вопрос о том что если сейчас верхнюю часть знака графического верхнюю часть логотипа вот сам знак сделать в один цвет он будет считываться гораздо лучше это значит не про это кстати вот этот заказчику очень понравился а кстати а вот этот я не помню где в общем хранил когда я себе добавлял в портфолио я потом вот эту штуку поменял на другую потому что тут получается какая-то недовольная рожа два глаза и какой-то такой недовольный рот а потом когда я добавлял себе портфолио я вот тут поменял на какую-то другую не помню то ли я просто по вид поменял то ли еще что-то вот здесь вот реально какой-то недовольный логотип на закачку понравилось вот и его даем довольно рожей а потом уже со стороны увидел я тоже нравится прикольно что у нас тепло а там снежинка мне кажется как-то вообще не очень ну так в целом чуть иллюстративно получается ну почему нет имеет на это место быть это вот с этой штука если бы не было наверно фиг бы ты понял что вообще такой тепловизор хотя тепловизор понятно но все-таки смотри тут тут еще важный момент такой интересный в логотипах ты когда создаешь смотри просто что позволяет фишки в логотипе в логотипе быть ценнее чем менее прямая ассоциация тем ценнее logo то есть снежинка это очень прямая ассоциация и как правило это ну что-то про зиму про холод про кондиционеры и так далее да то есть вот это я же говорю все люди думают одинаково и вот этот стереотип который сложился о том что снежинка это вот про холод и про кондиционеры что вот здесь сложнее просто например я вот я сейчас думаю как можно было показать тепловизор можно было сделать любой след чего угодно то есть например руки или например ноги и еще какой-нибудь история да вот этот тепловизорный след когда вот тепло показывать вот и вроде бы ассоциация не самая прямая вот но с другой стороны это было бы интересно руку как бы ни с чем сейчас вот когда уже много лет прошло мне вот этот логотип прям вообще не очень вот это мне нравится буква т такая башенный экран сразу понятно что что-то связано со стройкой но со стройкой связано потому что вот башен экран если по такту не факт что ты понял что может это какие-то дорожные знаки или еще что вот эти вот конусы к долл ставят они но в целом то строительная техника и дорожники это вот про вот эту черно-белую полосатость оранжевый желто-оранжевый скажем так или желтый вот и черный поэтому ну здесь у кей как стройка вот этот мне тогда в свое время очень нравился что тут такая штука когда хлопушка такая здесь ну вот я бы здесь наоборот букв сделал контур формой да то есть нарисовал бы объект хлопушку потому что она вроде как бы считывается но все равно тебе надо думать да вот если здесь была форма хлопушки и буквы были бы там допустим белыми вот мне кажется было бы лучше лучше работала вот это прям вообще сейчас смотрю со стороны это прям тоже какой-то винегрет что машина что страна что какие-то карусели там какое-то дерево сложно сложно назвать логосом это больше такая ну иллюстративная история просто вот некая иллюстрация а вот стоп хам это генный был какой-то конкурс и мне казалось что это просто вообще это бомба это взрыв что сто процентов там 200 процентов меня выберут а в итоге вообще там то есть я даже не в десятку попал или что мне кажется его прикольно что заклеили скотчем рот чтоб не орал но мне кажется вот сейчас он бы выиграл заказчиком нравится одно это другое старлет такой звезду вписывал какой-то фаворит фаворит студия но вот здесь типа ты на здесь вот максимально сложно потому что ты читаешь 2 почему-то два слова ну не почему-то потому что одно на одно верху а другое внизу и ты и вольно глаз делит два слова хотя в принципе решение это интересное почему нет ну вот это про то что я говорю о логотипы это не про значок в час вот когда много лет прошло я считаю что это прям зашквар это мавитон это вообще фу-фу-фу когда мы просто берем какой-то значок по теме если у нас водки ну значит берем просто какую-то лодку тут вроде как идеи что вот бумажная именно не просто вот как здесь до машина если у нас про машину значит какой-то контур машина а здесь вот она именно бумажный какой-то этот кораблик сейчас мне кажется что вот такое но фу-фу-фу я поддерживаю лёшу фу-фу сто процентов вот это тоже когда слишком шаблонно букву е вот так вот рисовали наверно миллион людей наверно кто-то еще рисовал как-нибудь вот так вот букву е или там еще с кем-нибудь такими и куда-то делать вот пробоку я можем можем клоуны или еще что то ну да про букву е наверно можем посмотреть вниз логотип с буквой е ну давай досмотрим до конца а потом вернемся смотрите вот это вот прям шляпа-шляпа вот это вроде щит и вот это перо на какой-то перо на какой-то слишком не очень мне мне не нравится вот вот этот не очень нравится что здание что буква а выросла буква как небоскреб вот это нет в свое время тащился прям не мог от него хорошее решение мне подбирать вот этот меня за этот логотип я получил предупреждение новой балансере потому что у девчонки было то же самое только было буква а и шестеренка местами поменял то есть у нее ну шрифт конечно другой был но в целом мне тоже а у нее был шестеренка снаружи а внутри был щит в котором стояла буква а и в итоге мне сказали что это плагиат она на меня а значит кто это вот эта девчонка которую которые я рекомендую вместе с антоном вот я через несколько в общем этом поругались друг друга забанили потом через года три я попросил кого-то чтобы он написал ей чтобы она меня разбанила извинился перед ней вот с того времени я к ней отправляю вот так что помириться это нормально вот овик это что теплый воздух это вниз но это видите я вам плохие анекдоты рассказываю в общем ну очень считывается и считывается вроде заказчику понравилось ну смотри давай если быстро разобрать овик то есть проблема проблема заключается в том что очень широкий очень широкий и крупный овик и очень тонкий и мелкий инжиниринг вот если если это уменьшать до там размера визитки да и ставить в левый там верхний угол или куда-то вот инжиниринг очень плохо считывать то есть полик ты хорошо смотришь инжиниринг практически сразу пропадает ясно вот это вот твоя рыбалка мне тогда нравилось сейчас не знаю вот из всех вот этих вот мне вот этот нравится сарафане что сарафан вешаем на вешалку и вот он висит вот так давай открывать свое единственное к нему к нему вопрос чуть-чуть есть по поводу удобства использования там типа условно в шапке на сайте в 30 пикселями до какой-нибудь очень сложно будет показать вот это вот выступающие вот это вот просто и все ну тогда тогда ты уходишь вот вешалке и попадает как будто бы смысл ну да просто получается шрифтом написалось и так а что ты говорил открыть надо у меня есть но тут если детально изучать сайт скорее всего можно понять что я очень сильно люблю буквы но если анализировать вот и где-то по моему ниже чуть есть евро отель вот буква е которая вроде бы право верхний угол сейчас на вроде бы буква е которая решена тремя полосками но там есть небольшая хитрость вот эта вот фишечка которая вроде бы как бы не сразу считывается что что такое отель то есть чего больше всего в отеле отеле больше всего дверных ручек это точно круто вроде бы банальше надо три полоски и три полоски банально но вот это вот какая-то вот мелкая фишечка аккуратненько вот она позволяет собственно говоря вот собственно то как клиент увидел первый раз свой логотип но до этого естественно были эскизы было много всего переработано и все на бумаге мне на бумаге удобно есть ли у тебя свой youtube канал нет youtube канала у меня своего нет зачем youtube канал был по его немножко классный не так у меня аж про дизайн про сайты сегодня спрашивали про мобильное приложение я опять сказал что это не ко мне ребята x кто-то списал он тоже сегодня спрашивал будут или ролики появится тоже не слушайте не ко мне вот например логотипы это тоже не ко мне так что тут еще какие вопросы про золотое сечение уже ответили каково быть дизайнером логотипов как ты понял что это твоя ниша можешь рассказать плюсы и минусы а тут тут все просто вот сидишь ты такой какой-то фирме там дизайнерской что-то рисуешь да вот и тут приходит заказ на логотип вот и ты понимаешь что он менеджеру продают его там дорого к примеру визитку ты там делаешь за 100 рублей на логотип там о за 3000 но это я имею ввиду с того что я начинал вот и получается что отлично логотип и блин стоит дорого ну-ка дай-ка я попробую нарисовать логотип и полез о логотип что такое а как а чего и так далее но тут на самом деле еще один интересный наверное и важный ниван заключается в том что вообще свою профессиональную деятельность в десятом году когда я уходил из компании я начал с сам работать мне кажется по такой очень интересной причине я работал в компании к тому интересно в конце стрима начинаем говорить о том где я работал в компании которая обслуживала автосалоны вот и самое что интересное я когда пришел туда работать мне выдали брендбук слушайте сейчас внимательно брендбук бмв пежо инфинити nissan mercedes suzuki mazda ford может быть еще какие-то бренды я вот это все вывали и сказали вот чувак теперь ты дизайнер у нас вот твоя первая задача сделай визитки для бмв я такой ого я открыл брендбук бмв и начал смотреть он тогда был по моему на английском до русскоязычной версии его не было и я начал смотреть отлично логотип стоит естественно в брендбуке но вернее это даже был не брендбук а гайды вот и в общем так в гайдах было описано как сделать визитку для бмв все отступы от краев какой должен быть логотип по отношению к заглавному там шрифту и так далее и тому подобное все вот эти фишки то есть я грубо говоря учился работать и создавать макеты по брендбукам компаний ну просто вот сумасшедших да ну то есть мировых автомобильных брендов вот и наверное это просто явилось каким-то огромным опытом там в становлении меня в композиционном плане в графике и и все такое просто ты делаешь визитку вроде бы для местного там какого-то менеджера который продает собственно говоря автомобили в салоне но эта визитка обязательно улетает в москву на согласование там бренд менеджер который собственно говоря ведут бренд бмв в россии вот и они проверяют у тебя межстрочная они проверяют у тебя межбуквенная они проверяют все 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 какого размера как должно быть по брендбуку если ты сделал нормальный по брендбуку то собственно говоря чувак окей тебе визитку согласовали ты и отдаешь в полиграфию на печать вот и мне кажется вот еще вот этот момент сыграл такую значимую роль в том что я ушел в логосы потому что собственно все законы там полиграфические расположение логотипов разных там местах и и так далее вот положи положили начало эти бренды поэтому наверное мне свезло вот то есть если у вас есть возможность раздробить раздобыть какой-то брендбук посмотреть там чего как верстается чего как складывается и так далее как сделан логотип вот я бы начинал с этого я посоветовал наверное лебедева которого в общем ну там типа лебедева можно либо любить либо ненавидеть но я всегда не отношусь так критично я рекомендую смотреть не то как получился у него там проект по логотипу осмотреть процесс все на когда выкладывает свои работы там всегда есть процесс создания и там очень классно можно посмотреть как дизайнеры там один или несколько дизайнеров думаю то есть чего они чего не делают какие они накидывают мудборды и так далее и тому подобное вот если вы по этому же принципу пойдете будете накидывать смотреть прикидывать то в конечном итоге вы придете к какому-то там хорошему клевому решению но и опять же клевые логотипы там они собственно говоря получаются все лучше и лучше с опытом поэтому первые будут не ок остальные будут вот это как я щас сажусь рисовать какой-то лендинг вот я сам понимаю что не очень вот и такой ну ладно все хорошо не очень но я просто пробую что-то кому-то нарисовать вот вот и все потом пробую нарисовать для себя для себя вообще невозможно вот но в целом как то так сейчас у меня получается овер плохо ну вот чтобы вы понимали но потому что опять же нет опыта и нету понимания законов слушать тебя на сайте не хватает кнопки следующая работа да наверное тебе приходится всегда выходить вообще на самом деле я этот сайт использую для показа работ клиенту то есть вот первый раз клиент ко мне приходит и заказывает у меня лога и вот первое что он получает это вот такую ссылку и смотрит ну то есть считаешь считай что это презентаж ки логотип а чтоб он здесь уже и работа не лез чтоб только свое посмотрел да нет он же получает ссылку на сайт он может и в чужие сходить то есть на логотипчик если нажмешь ты вернешься на главный потом зайдут скажет а что это у тебя там такая классная презентация а мне ты сделал только два слайда что-то а смотри тут вопрос возвращаемся к вопросу о том сколько стоит логотип здесь есть логотипы которые стоят там крайне дешево потому что ребята попросили а я помог как спрашивают насколько важны науки художника в рисовании логотипов или это не является главным ты вроде рассказывал да что ты рисуешь а человек может не рисовать вот насколько это важно что рисовать это вообще не важно абсолютно тут мне кажется важно один самый важный факт который на мой взгляд позволяет тебе делать клевые штуки это анализ то есть нужно уметь анализировать в общем ты можешь попросить любого графического дизайнера мало-мальски до какого-то вот нарисовать твою идею здесь именно анализ и понимание того ну вот если вслух это я рисовал ребятам оформление youtube канала основная фишка это ну там что-то они говорят у них там какие-то наверно шутки нарисованы баблы и в общем логотип youtube а там тоже есть в букве you можно как-то проверить уникальность своего логотипа может же оказаться что сам придумал какую-то идею а на самом деле когда-то видел и запомнилось да безусловно и собственно я могу сказать что своих идей в голове у вас нету все идеи которые у вас есть в голове это же компиляция того что мы когда-то видели когда-то слышали и так далее мы умеем говорить потому что нас научили мы умеем отличать хорошего от плохое потому что нам кто-то сказал что это хорошее это плохое поэтому в принципе ну как бы не то что у вас нет своих идей они у вас конечно же есть просто нужно всегда понимать о том что идеи в вашей голове это собственно говоря компиляция того когда вы того что вы когда-то увидели услышали может быть возможно даже там просто случайно заметили и в общем-то говоря это применять а еще спросили почитать что ты посоветуешь про логотипы и брендинг тут нет никакой подборки тут нету так чего посоветовать почитать человеку который читает только фантастику честно говоря не знаю у меня есть четкое ощущение того что надо читать собственно говоря а просто что-то делать в процессе работы получается все гораздо быстрее это вот как я смотрю у лёшин ролик посмотрел ролик вроде все запомнил пошел делать блин возвращаюсь а вот когда ты смотришь и сразу тут же делаешь вот тогда это все работает все это запоминается ты себе это сохраняешь тогда нужно просто делать в принципе почитать там любые книжки там по по брендингу заходишь на лебедево и в общем они там есть в принципе этот чувак издает супер крутую литературу вообще про все вот в том числе наверное и про логотипы чего-то там есть я вообще ничего ничего не читаю я просто смотрю и анализирую негодует какие 100 баксов ребята но это реально было 6 лет назад и тогда реально логотипы столь 50 80 100 от 50 до 100 вот сейчас конечно не знаю может ну доллар конечно изменился но я не думаю что прям сейчас так уже все диппингует что прям две тысячи рублей ты сколько пишут 2000 рублей в среднем 2000 но я бы сказал это не логотип за тысяч две тысячи рублей ты успеешь подумать два часа услугу с два часа ничего не нужны опять же если у тебя нет опыта ну и смотря кто куда и для чего заказывает этот логотип слушаем мы на самом деле не ответили на самый главный вопрос должен ли веб-дизайнер рисовать логотипа ну-ка расскажи но вот я считаю что любой дизайнер должен рисовать все все что угодно но что я или должен вместе с дизайном сайта предоставить логотип но у так же прям вопрос не стоит потому что ребят вы его либо заказывайте отдельно либо нет вот но мне кажется дизайнер в принципе такая история помнишь я вначале говорил что надо всегда спрашивать чего такое дизайн и вот если пойти на википедию почитать что такое дизайн окажется что дизайн вышел из архитектуры и вообще это слово по моему с немецкого переводится как конструкция то есть это конструктив и мне кажется неважно графический ты дизайнер веб-дизайнер ты должен четко понимать почему все стулья высотой 40 сантиметров мне кажется это нормально так дальше вы редактируете шрифт по модульной сетке сами редактируете шрифт по модульной сетке или просто скачиваете покупаете либо скачиваю покупая либо использую бесплатный защитен за счет покупаешь если если принципиальная разница идет зарегистрировать логотип или нет за счет клиента ну то есть я сразу озвучиваю что возможно ты найдешь какой-нибудь шрифте надо будет купить возможно если он захочет использовать там ну смотри я всегда спрашиваю чем чем и юзаем обычные шрифты или там ну типа какие-то покупные причем опять же купить можно по-разному можно купить просто для использования там для коммерческого и так далее вот а можно купить у пара той попал есть такая возможность купить шрифт так чтобы его никто не использовал вот и это там ну выразительно разные деньги да потому что шрифт иногда стоит в шесть раз дороже чем разработать блин весь бренд вот и поэтому я всем всех всегда спрашиваю вы вообще как насколько там серьезно будете покупать шрифты не будете покупать шрифты и вот ребят в сто процентах случаев мне клиент не не давайте там бесплатно ну какие-то вопросы ты встретился или созвонился что-то у меня спрашиваешь какие вопросы задаешь о вообще много всего я первоначально узнаю чего какие намерения и вообще и так далее то есть насколько я всегда спрашиваю клиента зачем вам логотип ну как мы вот там на фирменный план поставить ну хорошо поставили а дальше у вас там вывеска будет ну мы планировали табличку повесить я говорю вывески нет пока нет а планируете ну наверно да вот и тогда я начинаю спрашивать так давайте сразу вы там работаете или не работаете вы только начинаете мы только начинаем я говорю хорошо вот может быть вам не надо вывеску вешать может вам нужно сделать табличку а остальное направить там там какой-то веб условный потому что ваша аудитория вот там инстаграме эти конечно 3 по чесать я буду просто вот вывеска на ваш фасад там будет стоить на про не 200 тысяч рублей одни и дорого я году дан может тогда там деньги в директ закинуть и тогда может и бренд там нет смысла не не бренд нам нужен мы будем вот я хорошо а так дальше поехали кто потребитель молодежь не молодежь ну наверное все ребята не покупают там условно давай сейчас условные там колготки все это же наверняка только женщин ну и маленькая маленькая часть отлично чего это за колготки так они же там разноцветные всякие разноцветные колготки там условно классики нет но это я сейчас вот просто прям выдумываю до конца я погружаюсь вообще в принципе в бизнес и вопросы которые никак не соотносятся с логотипом все не спрашивают как он там должен выглядеть зеленый вот красный будет и так далее вот то есть я выясняю какого рода этот бизнес какого он уровня и что они собственно говоря хотят или будут транслировать вот и сразу называешь или ты спрашиваешь какой бюджет и под бюджет подстраиваешься или это уже после созвона и встречи может озвучить какую-то стоимость я всегда работаю по принципу того что у меня все для всех приблизительно одинаковое вопрос местом это определенный пул клиентов заказчиков с которыми мы стали друзьями и естественно я для них так же как это и для своих рисуешь баннеры я для них могу нарисовать там чуть подешевле если они там просто не не заморачиваться вот и не выстраивать там все вот эти штуки по бренду вот у меня цена одна фиксирована для всех мне все равно для кого разрабатывать будь то это там какой-нибудь отель в центре города у нас да или это обычная маленькая забегаловка для всех одинаково вот опять же я задаю собственнику бизнеса максимальное количество вопросов вот спрашиваю что они знают про конкурентов спрашиваю как они оценивают себя и так далее и тому подобное из этого исходя я понимаю что там бизнес там не сильно большой вот значит там супер каких-то там концепции и расписывания того что нужно и так далее просто некоторые приходят а сделай нам полностью брендбук чтобы у нас все было я говорю а он вам точно нужен там брендбук или гайдлайн вот и в процессе разговора выясняется что в общем-то и значка достаточно я говорю ну тогда мы будем делать там минимальный пакет и упаковывать там очень просто и легко вот и собственно говоря вот так определяется стоимость потому что там логотип сейчас у меня стоит 40 а фирменный стиль стоит от 60 но просто это в принципе приблизительно выглядит одинаково только в фирменном стиле ты получаешь уже готовые какие-то файлы то есть чувак уходит от меня с визитками с бланками там с вывесками просто их распихивает там по каллиграфиям да и они там печатают и все окей вот а в случае с логотипом он просто уходит с небольшим описанием того что это лога там шрифты вот если вы дальше будете развиваться шрифты будем использовать там такие сякие цвета такие сякие сейчас такой мини логобук собираем так называемый вот и собственно говоря чем больше вопросов ты задашь тем больше чем больше анализ ты проведешь тем больше вероятность того что ты попадешь в клиента ну то есть ты смотришь на него ты с ним общаешься ты понимаешь что он приблизительно хочет то есть если сам клиент такой няшеный то может что-то такое няшеное если клиент такой да не я тут в черкесской кафе у меня тут все серьезно ты такой ну вот вам стильный логотип на хилтон похоже да вот если ты веселая сосисочная то у тебя саусбург может быть вот плюс ко всему иногда еще приходит клиент который говорит слушая бы не знаю как назваться чуть делать я говорю и сразу вопрос регистрация знака да или нет вот потому что если ты хочешь зарегистрировать и название и знак то надо придумывать чего-то такое чего в принципе нет ну саусбург это вот как раз таки про это саус сосиска и бургер и сосиска они продают хот-доги и бургер вот здесь получается нейминг здесь лога и собственно говоря по моему стиле подрисовывал вот какая-то такая история и вот в этих в этих всех процессах складывается понимание чего нужно сделать то есть клиентка когда ты раз разговариваешь с клиентом он невербально тебе говорит какие-то вещи да не у нас молодежное кафе ты ему говоришь давайте сделаем там ну вот я думаю что может быть он такой то нет у нас молодежное кафе ты такой вот сразу поймал за это и так отлично это будет цветной яркая молодежная кафе слушай смотри тут столько слайдов да где-то у тебя там два слайда тут вон целая простыня такая ага ну цена вопроса здесь здесь мы договариваемся на фирменный стиль и в презентации я сразу показываю дальше как это будет презентацию этом создаю векторную и часть этих файлов презентации я потом складываю в брендбук чем дороже цена тем больше картинок на самом деле вот вот и все песни то есть я сидела пиксель перфект делающих по пикселям нет конечно а мне же не нужно делать по пиксели они же все вектор ну то есть мне нужно как-то там нет естественно я выстраиваю там по линейкам все четко чтобы было вот но там в масштабах вывески этого например не видно то есть и опять же смотри даже если я сделал пик пиксель перфект монтажники которые монтируют вывеску могут чуть-чуть право чуть-чуть влево поэтому тут такая история а тут вот смотри ты поставил по левому краю да тут получается дырка ничего не по центру ли почему на всю ширину а вот типа так художник видит мир но я вообще смотри это же световой короб получается и предполагается что он висит слева слева у него крепления вот как-то так а здесь видишь наоборот понятно так сколько стоит логотипа ответили опять же левая такая история я в принципе всегда за левую выключу потому что опять же если мы в россии если мы в арабских эмиратов то я буду утопить за правую выключу что они читают справа налево мыслей утром так ребят если чей-то вопрос не задали то переспросить сейчас еще и тогда уже на дно чата пролистал я не знаю может пропустил может не пропустил слушай а скажи а чего у тебя вот в инстаграме только ты ты не ведешь никакой блогик да ничего не рассказываешь тут не хочешь себя аудиторию набирать в плане и часто твои ссылки стоят снизу ребята подписывайтесь на антона но опять же вот например если посмотреть логотипы то это конечно клево а вот было бы еще интересно вот почитать что-нибудь подборки какие нибудь классные такого не планируешь но смотри я же как получается я такая закрытая единицы которая на фрилансе не сделала ни одного проекта и в общем то у меня все социальные сети которые я веду в том числе и сайта он ориентирован на клиента типа где посмотреть ваш портфолио вот просто инсту скинула все то есть если будет то будет какой-то 2 лет ну наверное да потому что ну если если уж заниматься контентом то заниматься им плодотворно и планомерно там и подходить очень серьезно а это же получается история двух зайцев ты набираешь аудиторию дизайнеры верстальчики еще кто-то и вместе с ними приходят и заказчики то есть а вот меня контент не для заказчиков может для заказчиков тоже что-то интересное и полезное но фу я вообще как бы в эту вещь а именно для дизайнеров может там верстальчики копирайтера или на исполнители но как чем больше развивается мы бложек тем больше и чаще ко мне приходят именно через instagram хотя у меня таргет на заказчик то есть меня нет таргета что языку продать дизайнера я сделаю дизайн этого нету ну и смотри опять же не развитие моего моих там соцсетей всего остального связано с тем что у меня в общем-то работы всегда было столько что тут бы хоть бы работу сделать не говоря уже о том что у меня не опубликовано в инсте наверное ну половину из того что есть вот и ну там понятно что там процентов 30 можно выкинуть вообще к чертовой бабушки не показывать вот но здесь естественно не все и очень-очень-очень лениво приходя с работы чем там заниматься еще какими-то вещами вот смотри у меня получилось так что я начал работать с 2005 года поработал на дядю вот ну тогда про портфолио наверно никто не знал инстаграм то не было в этом году вот с десятого года я фрилансе и с апреля месяца двадцатого года я опять ушел в дядю на зарплату вот поэтому собственно говоря за то за то время пока я работал на фрилансе вот это ты вот сделал условно заканчиваешь один проект и вот тут же тут же ждет тебя второй проект заканчиваешь 2 вот на разработку у меня было сразу одновременно по моему наверно 4 на 4 проект вот и я просто клиентам всем четырем клиентам создал чат искал ребята я всем все сделаю так давайте по очереди более ну как бы логотип не такая же вещь которую нужно там не за там срока и срок действия акции давайте я говорю это я просто не могу а там двое клиентов из них знаю знакомые что город у нас не самый большой там буквально 500 тысяч человек вот и вот была мне такая засада поэтому чего там какой инстаграм господи да я вот собственно говоря черно-белый он достал так может года полтора назад наверное спрашивают когда рекомендовать клиенту покупать шрифты то есть когда рекомендовать а когда я взял из установленных собралось тогда то надо просто всегда спрашивать и опять же ну то есть московскому метро наверно нужно рекомендовать покупать шрифты а рыбному магазину марлин в ставрополе наверно не нужно можно просто взять бесплатный с гугла какой-то по моему это марта если не сменять вот смотри тут еще вопрос который скидывает уже второй раз но ты вроде как на большую часть ответил на сейчас на него как понять какой логотип хочет получить заказчик отправлять референсы и спрашивать что нравится что не нравится или как-то по-другому у меня есть такое ощущение что заказчик как правило никогда не понимает какой он логотип хочет ну к примеру смотрите какая есть история то что он хочет может и не работать вот интересный момент клиент ну я вот хочу чтоб там вот там там было бы так то а ты ему такой слушай ну мы можем те конечно нарисовать логотип все сейчас представляют например как выглядит логотип сири если спросить вот этого голосового помощника там такие прикольные переливы чего-то чего-то там туда-сюда то есть логотип не имеет никакой формы голосовой помощник apple у него есть какое какое-то обозначение да вот он какой-то там переливается и тогда вот клиент нет сири нравится при ну классно что тебе сиди нравится чувак ну ты же шаурму продаешь у тебя самое самое основное это вывеска и собственно говоря бренд должен выглядеть так чтобы его удобно было и на коробке напечатать я говорю понимаешь на пакетики и салфетки там вывеска хорошо работает даже игру у тебя логотип большей степени всегда будет использоваться там где-то на упаковке там на сахаре и так далее и тому подобное его же нужно но ты куча штрип блин точно четко про это не подумал я ну так вот нужно наш бренд упаковывать соответственно чем более упакованный бренд тем больше тем лучше лояльность аудитории к этому бренду то есть когда ты получаешь не просто доставку в себе в каком-то непонятном пакете да там логотипчик обязательно отрез сайт ему написали да там внутри еще там всяческие жевачечки брендированные твоим логотипом я говорю ей там условно как же вот ты представляешь вот этот серия вот этот вот цветной красивый будет выглядеть могут ну а чё можно же цветное напечатать я говорю да можно в принципе цветное напечатать но есть одно но сколько ты пакетов будешь заказу ну то 150 тысяч игр ну вот давай вот просто сейчас позвоним в полиграфии узнаем сколько стоит 150 тысяч пакетов в цвет запечатать и ну то есть цветное изображение сделать и сколько стоит 150 тысяч там пакетов просто черным нанести и оказывается что пакет с цветной печатью стоит там 15 рублей а пакет там с черно-белой печатью стоит 3 рубля и тут сразу отваливается все желание рисовать логотип как у siri да вот а сделать его простой и понятный вот вот как то так поэтому когда ты начинаешь анализировать тот бизнес ну вернее не тот бизнес а начинаешь анализировать где лога будет встречаться как он будет использоваться и так далее и тому подобное у тебя есть какой-то пул вопросов заказчику на которые он должен тебе ответить если он ведь мне все равно сколько стоят пакеты можешь делать что угодно а если он начинает он понимает что как правило если это нормальный собственник бизнеса он понимает что деньги нужно экономить и то что он вложит должно отбиться вот поэтому они начинают к тебе прислушиваться как экспертному специалисту потому что ты им задаешь вопросы не про то как логотип должен выглядеть то что заказчика не должно интересовать как он должен выглядеть заказчика должно интересовать как хорошо он сработает какое-то прикольное название придумал типа дай лапу и встроил туда собаку которая в общем-то эту лапу и подает и ты ему говоришь но просто смотри чувак все зоомагазины выглядят вот таким то образом ну ты посидел посмотрел как выглядят зоомагазины они прямо написаны зоомагазины вот это единственный наверное зоомагазин в котором написано что-то зоомагазин он просто называется дай лапу и это уже предполагает о том что это про собачьи и там нигде не написано что это золото просто написано сеть магазин у себя клиенту сказал игру слушай давай так я бы у меня есть интересная идея мне кажется ее реализовать клёво тебе будет удобно пользоваться всем я решу закрою все твои вопросы тень над думать эти нарисую там версии логотипов в instagram версии там логотипов на вывеску такие сякие такая компоновка сякая компоновка на самом деле чем больше вариаций передвинуть подвинуть и так далее тем лучше собственно говоря логотип работы вот я говорю давай ты не принимаешь участие но это будет очень прикольный магазин будет не похож на все но работать я ему принес это название этот знак и в общем сейчас эта сетка магазинов в ставрополе и там соседнем городе но она там не очень большая ну прикольно слушайте так приятно слушать как рассказываешь сушая когда мы начинали разговаривать кстати думаю слушать блин чем два часа делать а я только сейчас посмотрел на часы я только сейчас понял что прошло два часа уже офигеть да давай еще какой-нибудь один вопрос и будем закругляться а то youtube не любит ролики больше двух часов давай так чего тут антон скажи честно фриванс ведь нужен только для наращивания опыта а дальше нужны другие пути развития по работе либо личная либо лично либо устраиваться и получать опыт ну тут кажется что от чего от чего ты и к чему идешь если ты идешь в рост ну например да там если ты после фриланса идешь в art direction то да наверно фриланс для того чтобы расти ну и мне кажется вообще любая деятельность она для того чтобы расти вот и если ты пришел там из рекламного агентства фриланс это один опыт если из фрилансов рекламное агентство это другой опыт но мне кажется из фриланса в рекламное агентство ты никогда не придешь ну то есть пути назад не бывает но опять же смотря какое-то рекламное агентство если ты из фриланса попал в бибиде о какой-нибудь или там студию лебедева то наверное это все-таки рост вот и тут еще один момент фриланс очень клёвая тема но фрилансе ты рассчитываешь сам на себя и варишься в своем каком-то котле вот если ты достаточно критичен к себе имеешь объективное мнение насчет себя вот то тебе конечно же ты даже не задумываясь пойдешь в какую-нибудь большую студию или большую компанию потому что работа в команде имея при этом там условно даже подчиненных и над тобой вверх стоящих там лидов каких-то дизайнеров ну смотря на какую позицию ты пришел вот а ты там неимоверно растешь и вот смотрите сейчас вот вот смотрите что сейчас происходит на канале алексея он притягивает специалистов по верстке он притягивает специалистов по логотипам для того чтобы вы имели возможность расти не просто в своей сфере но и понимали куда дальше уходят ваши макеты это непосредственно про верстку что нужно учитывать нам там создавая логотипы и вообще как этот процесс происходит то есть происходит в принципе на его канале происходит развитие и даже не самого канала а вообще вас как публике то которая его смотрит и читает и он всевозможными способами пытается дать вам это развитие но таких людей мне кажется очень мало и я сейчас перехожу в эти в благодарность или что ты весь стрим говоришь как и как мне нравится твой логотипы а я весь ну к сожалению в конце стрима говорю как хорошо что ты это делать вот и наверное еще раз отвечу на твой вопрос почему я не делаю там условный контент для дизов ну допустим ты его делаешь почему нет спасибо спасибо ребята ссылки на антона на его сайт instagram есть снизу можете зайти и вот как я поставить ему сердечки займет у вас минуту он два часа сидел вам рассказывал на ваши вопросы отвечала ему будет приятно может не минуту может две минуты вот поменяйте свои две минуты на его два часа для вас вот у меня даже на половине сердечки уже стояли спасибо тебе за эфир мы будем закругляться а то не любят youtube два часа и больше уже уже два уже не любят окей вам всем спасибо кто смотрит лёш тебе еще раз спасибо за то что приглашаешь вот с удовольствием можем обсудить любые другие темы если вам понравилось что позовем еще если не понравилось так и пишите не понравилось вы типа напишите там нормально чего-нибудь типа там тоха хреново ведешь себя в кадре там все время там не знаю трогаешь нос или у тебя там говоришь какое-то непонятное слово по 10 раз вот потому что ну не интересно слушать ой спасибо как все хорошо а интересно реально ну не то что там типа обосрать вот там не очень хороший человек вот реально конкретно то есть вот ну проанализируйте сегодняшний стрим что понравилось что не понравилось системность бессистемность и так далее напишите ну чё-нибудь какие-нибудь такие содержательные комментики просто очень люблю читать такую гадость всех как ребята в этом спрашиваете будет запись или нет так как стрим уже больше двух часов то есть запись то будет она вот прямо сейчас и останется то есть он не будет прятаться куда-то он прямо сейчас и останется но так как стрим уже больше двух часов то youtube спрячет чатик когда стрим меньше двух часов он по-моему а нет не так и когда стрим меньше двух часов он его целиком сразу оставляет когда стрим больше двух часов например две минуты 2 часа и 16 минут примеру не знаю может это уже изменилось но раньше было так вот эти 16 минут он обрезает обрезает до того момента пока он его не отрендерит отрендерит это наверное часа три-четыре то есть где-то ближе к ночи будет целиком стрим и будет вот этот чатик вот это да который вот этот он у вас там если вот кто только что зашел можете погулять сегодня завтра можете посмотреть если интересно вот этот чатик останется справа то есть сейчас можно смотреть без чата а ночью или завтра утром уже будет чатом потом слушайте я забыл там снизу в описании ролика есть ссылка на розыгрыш там у меня в инстаграме розыгрыш проходит на вот такие бутылки давайте он скинул вот этот пост сейчас я включу себя большого так как сделать вот так наверное вот такие вот бутылки разыгрываются три штуки разыграем их наверное в следующий четверг будет разговорный стрим без всяких разборов работ просто хочется ну как сегодня ненапряжный такой стрим пообщаться так вот тогда эти три бутылки и разыграем рандомайзером пообщаемся минут 20 одну разыграем минут двадцать вторую минут двадцать третью кто первый выиграет тот тогда выбирает себе цвет кто второй выберет из двух оставшихся выбирает а кто третий будет тот тому тот цвет какой достался плюс я в посылку как обычно это бывает доложу еще какой-нибудь милоты и ништяков не знаю чего еще не придумал но что-нибудь отправлю вот следующий стрим будет в четверг разговорный а потом через на нем тоже будет четверг появится еще один пост в котором будет розыгрыш значит четверг мы разыгрываем бутылки через стрим который будет наверное недели через две будем про компоненты общаться потому что в инстаграме много написали что с компонентами беда каждый третий только разобрался а два человека из трех с компонентами не подружились будет вот этот стрим и там мы разыграем то что будет в пластей в четверг поэтому не переключайтесь так два тебя еще включим напоследок вот так вот вот все ребята спасибо что пришли что смотрели что писали если понравилось было полезно то поставьте лайкос вам не жалко а мне так точно приятно вот ссылки на антона на его инстаграм и профиль в описании и на сайт в описании вот спасибо тебе за эфир спасибо вам всем хороших выходных приятно было с вами пообщаться да все спасибо пойду искать кнопку заключена за завершение а вот наши все виде а вам не видно все ри